Как писать софт так, чтобы в нем было не так много багов? Computer Science — это не наука и не про компьютеры. Есть фронтенд такой, да, есть фронтенд компилятора. Компилятор на TypeScript, вау! С ним невозможно работать. У него нет фич. Финкс, естественно, самое важное язык в программировании, важна семантика. Смарт-контракт — можно считать, что это некий инстанс-объекта, и ты об него бьешься сообщением, ну, как будто бы ты вызываешь методы у него. Никогда не хочешь писать свой парсер. Кто занимается разработкой дебаггеров? Айтишечка надо? Летим в Дубай, в Дубай, на съемочке. Расследование. Тончик-контракт — азиатр. Приятного окончания. Приятного аппетита. долетели короче я вам не рассказывал но я как бы побаиваюсь самолетов и этот выпуск дался нелегко 4000 километров 4 200 из варшавы в дубай через грозу ну я надеюсь оно того стоило в общем интервью про такт погнали антон турнов антон турнов привет привет такое внезапное начало мы сегодня будем с тобой разговаривать про создание языков программирования в частности такт про разработку языков программирования наверное даже скорее чуть более специфично про разработку языков для смарт-контрактов как бы темы которые последние наверное лет пять занимаюсь вот про смарт-контракт мы тоже немножко поговорим чтобы узнать чем разница ты первый человек который прям непосредственно ковыряется в кишках языков программирования на канале у меня уже был выпуск с димой жемеревым он делал тулинг для разных для разных он пайчарм делал тулинг для котлина мы с ним говорили про создание языков программирования но то было создание языков классических нам знакомых там из мирового уп и всего остального на чем пишут софта мы сегодня будем про смарт-контракт разговаривать давай я попробую тебя представить так как я загуглил тебя в интернете и ты мне скинул информацию я сейчас буду что-то зачитывать если что-то не соответствует ты мне рассказывай что не соответствует хорошо ну собственно ты сейчас являешься тим лидом разработка команда разработки такта с ноября 2023 года да все так даже с октября с октября хорошо начинал ты с энбэзинг программирования да когда-то давно еще с единические времена начинал с обеда то есть программы для устраиваемых систем вот это было то что называется day job дневная работа основная параллельно еще в аспирантуре учился и как бы с одной стороны на работе ты программируешь такие супер маленькие штучки встраиваемые системы а с другой стороны аспирантуре программировал суперкомпьютеры для того чтобы считать на них пучки заряженных частиц то есть при этом при всем ты еще физик с хорошим научным бэкграундом ну я не то чтобы прям физик я скорее радиоинженер по своим начальному образованию ну физик ну да занимался радиофизикой аспирантуре поэтому есть такой бэкграунд немножко но я уже на самом деле все забыл про это ты мне говорил что занимался формальной верификации да что такое это только я попал в компиляторы в общем то ну верификация так как бы все наверно знают что это проверка проверка чего-то да формальная ну потому что это все следует каким-то очень строгим четким правилам причем так что это все машина может быть проверяема да то есть идея такая что у тебя есть например программа не обязательно должна быть программа значит ну допустим чаще всего эта программа говорим про формальную верификацию программ есть программа у тебя есть должна быть вернее формальная спецификация то есть вот мы все знаем все эти логические связки и или не значит там всякие равно плюс так далее то эти все все штуки которые мы собираем вместе на них можем выражать какие-то мысли но этого обычно мало и нужно добавить еще квантеры там для любого x такого что и так далее но это грубо говоря про программу можно сказать если ваша программа там не знаю вычисляет скажем корень квадратный ну например целочисленный квадратный корень то что называется а и скверты обычно вот то у нас есть определенные ограничения на нее то есть там ее выход особенно в случае когда там не знаю если мы ее вызываем на девятке да на точном квадрате вот то она должна получить соответственно точный корень ну и можно дальше сказать что там для остальных случаев это там допустим округление какое-то да то есть floor от значит от этого числа у вас от корня настоящего и ты говоришь для любых x вот это вот а и скверты от x вот равно равно и так далее то есть ты на каком-то формальном языке но по сути математической формуле но это на какая-нибудь логика типа первопорядковая логика или там логика высшего порядка так называем когда ты можешь записать формулу вот то есть система которая позволяет проверять используя вот эту формулу которая выражает то как должна работать твоя функция то есть ее спецификация но заданная не формально да а вот это должна там то 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 вычислять да просто словами то что мы пишем комментариях по английски например перед функцией вот если то же самое записать не словами а записать в виде формулы скажем вот и логики предикатов и период порядка логики вот потом имея код этой функции можно при помощи определенных систем доказать что у вас действительно реализация функции соответствует тому что там написано вот блин это похоже на какое-то тестирование только на максималках с математикой это да это как как мы говорим мы пишем бесконечное количество тестов потому что чего это нужно в некоторых системах это даже может быть экономически оправданно то есть тебя знаю там какой-нибудь классические примеры здесь самолеты их пау атомные электростанции потом вот эти кардиостимуляторы у людей формульно математически можно выразить вот такую сложную логику как большого пау да вполне то это конечно вот это кстати очень правильный вопрос там как бы формальная верификация говорит так что если у тебя есть формальная спецификация то дальше она предлагает какие-то методы да которые позволяют удостовериться что действительно спецификация выполняется но проблема обычно формальной спецификации самой очень сложно написать как правило если для компиляторов это еще относительно более менее хорошо работает например то есть у нас есть входной язык некоторые да и его семантика так называемая вот есть выходной язык и его семантика опять-таки семантики должны быть формальными грубо говоря их не будучи сильно вдаваться наверно это но это отдельная область научная в семантике языкового программирования их там много разных версий там многие наверное изучали в университете там логики хора например так называемых семантическая семантика или там вы можете написать интерпретатор скажем так на особом языке который понимает скажем так логики или люди которые занимаются семантикой там правила вывода так называемые вот у вас есть интерпретатор как бы он обычно недетерминистский для входного языка или выходного языка да и вы показываете что ваш компилятор действительно сохраняет семантику до этого языка но что такое сохранять семантику это отдельный момент можно как бы более формально про это говорить но из конкретных практических приложений есть такая вещь как концерт это формально верифицированный компилятор си на он используется airbus например то есть него есть вполне конкретное инженерное применение и он нужен для того чтобы программы на си корректно компилировались в исполняем уже там ассемблер да по сути в двоичный код в ассемблер будем говорить то есть это проект использованием такого пруф ассистента наверное так можно перевести этот термин как кок это французская разработка еще там с конца 80-х годов на в области языков программирования вот их семантик верификации программ это наверное самая сейчас такая популярная система скажем так хотя она имеет там такой багаж да как бы legacy там накопилось не слабо уже потом там современные системы тоже появляются которые пытаются какие-то вещи преодолеть они могут быть очень похоже устроены могут быть и всем похоже но в конечном итоге они позволяют написать компилятор который кстати довольно неплохо оптимизирует и показать что компилятор корректно действительно реализует компиляцию а еще прямо сейчас тон совместно за open лига их организации развивающие проекты в сети тон проводят офигительный хакатон на котором можно выиграть до двух миллионов долларов просто получить фан на хакатоне предсказуемо нужно разрабатывать приложение для тон чей на дефай и коммерс и другие направления можно пройти в акселерационную программу за open лига ну и просто получить фан так что проходить идите по ссылке в описании участвуйте в хакатоне регистрируйтесь а потом возвращайтесь чтобы дальше слушать про язык такт ну и кстати на хакатоне вы можете потренироваться написание проектов на такте поэтому вин-вин со всех сторон погнали дальше тупые вопросы у меня сегодня будут валяй почему нельзя просто написать тест который условно проверить что у тебя на входе подается какая-нибудь одна функция которая что-то делает это проверяю что на другом языке в которой это все скомпилировалось эта функция делает то же самое просто через end-to-end тест который сравнит результаты на это на самом деле отличное замечание и тесты действительно нужно писать это как бы ну самый первый момент который тебя там спасает от багов или позволяет их заново не вводить да там как бы в систему но здесь тесты всегда конечны вот тесты придумывают люди которые там могут не учитывать каких-то граничных случаев например да и так далее вот и ну хорошие тесты писать сложно там есть техники типа фазинга например там фазинга на стероидах типа там рандомизированного тестирования на основе свойств это кстати тоже очень хорошая тема если хочешь можем про нее тоже поговорить я попытаюсь ответить на твой вопрос мы еще поговорим про тестирование так что да как вот зачем почему не писать тесты да зачем что-то доказывать это вот то же самое когда ты например пишешь какую-то функцию да там за математическую ты проверяешь на конечном наборе а возможно за пределами новобороны себя ведет ну просто некорректно то есть ты в общих в общей формулировке как бы подтверждают что это работает не в частных случаях эмпирическим путем а общее обобщенно да да потому что твоя формула которая ты задаешь поведение этой функции она обычно содержит квантеры вот это перевернутая а для всех то есть это не для тестов которые ты написал их может быть там тысячи или миллион это для вообще всех случаев вот там понятно возникает вопрос можно ли доверять это и причем это доказательство которое человек пишет она проверяется компьютером можно там говорить что а вот возможно доверяем ли мы компьютер есть да но это на самом деле отдельная тоже научная тема и в общем-то до сих пор даже занимаются но скажем так если человек не пытается специально обмануть вот эту систему то как бы он вряд ли ее обманет то есть но я был таким доказательством очень сильно доверял ну и это кстати качество такого компилятора но проверяется эмпирически было довольно давно не знаю может быть лет 15 назад кажется могу сейчас ошибаться точно с таймингом значит была статья джон ригир это известный исследователь он как раз занимается файзингом компиляторов у него там сейчас профессора по-моему внешне сети юты он этим занимается уже не знаю последние там 15-20 лет наверное они написали си смит это уже устаревшие устаревшие файзер но это файзер для компиляторов си они попробовали gcc попробовали клэнк ну сил вем инфраструктуру и они смогли их запросто сломать они там сумасшедшее количество тестов нагенерировали да которые ломали просто компилятор они могли падать сами компиляторы могли генерировать неправильный код некорректно то есть целом это уязвимости по конкретные которые могут привести там к атакам какие-нибудь условно в принципе не обязательно потому что файзеры чаще всего генерируют они стучатся туда куда просто человек не стучится обычно но теоретически да это возможно так вот они попытались сделать то же самое с концертом это тот самый формально верифицированный компилятор и а не нашли там баги но где они их нашли они нашли в не верифицированных частях потому что обычно большие проекты невозможно полностью верифицировать в частности они нашли какие-то баги в парсер парсер не был верифицирован вот потом его собственно дальше продолжая работать над концертом и доделали это вот но на самом деле не значит что верифицированных системах нет багов, потому что они всегда ездят на стыке. Вот. И вот это был очень, конечно, крутой результат. То есть, когда ты находишь фазером сотни багов в промышленных компиляторах, которые очень хорошо оттестированы в целом-то, да. А потом ты берешь компиляторы, которые там в одной, чуть ли не в одной компании всего лишь используются, вот для авианики, да, по сути. И ничего не можешь там найти, по сути, в интересных вещах. А интересные вещи там оптимизаторы в основном. Они же очень сложные. Там куча юристик, и этот код очень сложно понимать человеку. Поэтому, как правило, какие-то умные фазеры в оптимизаторах находят просто тучу багов. Правильно ли я понимаю, что формальная верификация подвергает вообще все компиляторы, или это вот исключительно удел таких нишевых компиляторов? Это, да, скорее такая нишевая история, и она можно сказать, что однократная практически. То есть, это вот один проект такой в мире, который Ксавье Леруа, надеюсь, я правильно признашу его французское имя, вот он начал это в 2006 году, если я не ошибаюсь. За несколько лет они это сделали. Туда вложено очень много сил, конечно. Там куча людей с PHD над этим работало. Ну вот, у них есть внедрение, да, как раз это авионика. Но, в целом, это очень тяжелый труд, очень большое количество числа очень квалифицированных людей, которых не так много, в принципе, в мире. И, да, это исключение. Тем более, даже есть вот тот же самый Джон Регир. У него в прошлом году был доклад по поводу того, что вообще, насколько это экономично. То есть, мы на самом деле не хотим корректных компиляторов. Ну, блин, это же избавляет от кучи возможных ошибок и уязвимостей в том числе. Просто проблема, так же, как он приводит аналогию с безопасностью, мы не хотим безопасных систем, с ними невозможно работать. Так вот, корректный компилятор, у него нет фич практически. Там не с чем работать. То есть, не все поддается формальной логике? Оно поддается, просто цена этого высокая. Грубо говоря, вот если ты говоришь про формальные доказательства, то на текущих системах, вот на текущем, так сказать, такой state of the art, да, количество строчек доказательств примерно на порядок больше, чем строчек кода. Ну, соответственно, и стоимость тоже там... Да, и столько людей, да и проблема в том, что столько людей не найти. Но чат-GPT пока не очень хорошо генерирует доказательства. Там на койке, не знаю, на линь, а где... Я думаю, на чат-GPT еще не скоро перебросить такого уровня задачи. Тупо с точки зрения безопасности той же. То есть, есть проблема, там, не знаю, вот верифицировать, не знаю, ядру линукса, в котором десятки миллионов строк кода. Вот, если даже мы сделаем очень хороший какой-то фреймворк для доказательств, ну, это будет в два-три раза больше строчек кода, как бы. Это все равно очень слишком много. И плюс еще этот код постоянно эволюционирует, а это большие сложности с рефакторингом доказательств. То есть, на самом деле, доказательство — это тоже код. Вот, как бы это... Если что-то поменялось, доказательство тоже нужно менять. Да, как правило, да. Там есть всякая автоматика, которая позволяет с этим бороться. То есть, как бы, взять и перегенерировать немножко доказательства. А есть такая штука, знаешь, в программировании у нас есть TDD — Test-Driven Development, а тут какой-нибудь, короче, как на английском доказательство. Proof, да. PDD. Proof-Driven Development. В принципе, да. То есть, есть даже книжка такая, есть такой язык программирования с зависимыми типами. Значит, по сути, это позволяет... Многие системы для доказательств, они основаны на так называемых зависимых типах. Если кто-то будет искать это в интернете, то это Dependent Types. Вот. Есть книжка такая по языку под названием Idris. Написано, не знаю, лет 5-10 назад уже, наверное. Там как раз-таки вот так. Это тоже TDD, но только вместо Test там Type, да, то есть тип. И типы там не очень, не такие простые, да, как вот у меня есть функция, которая берет Int, возвращает Int. Нет, у меня там есть функция, которая принимает что-то, да, и возвращает, например, какой-нибудь выход и доказательство, что этот выход как-то связан со входом еще определенным образом. Прикольно. Вот, то есть доказательство становится первоклассным жителем, да, то есть ты прям можешь его брать, откуда ты с функцией, возвращать функцию, передавать, разбирать его, смотреть, какой он внутри, например, устроен. Ну, как правило, это не нужно, потому что, ну, то есть не должно вычислительное поведение зависеть от этого доказательства. Это так называемый proof of relevance, да, то есть нерелевантность доказательств. Потому что он как в математике, да, у тебя есть факт, а как конкретно он доказан, это не сильно важно. Ну, то есть имеется в виду, что для того, чтобы считать, что этот факт действительно, ну, истинно, да, выполняется. То есть понятно, что там для педагогических целей каких-то, да, еще для чего-то нужно разные доказательства иметь. И они, как правило, там проливают какую-то вот, дают интуицию, да, про это там как-то развивают математическое знание. То вот есть такой взгляд, что доказательства не важны. Если оно есть, это как бы такой замкнутый запакованный объект, ты внутрь него не можешь достучаться. Ну, по крайней мере, ты не должен это делать, если ты хочешь какое-то вычислительное поведение на основе него брать. Так вот, да, есть книжка, которая прям рассказывает, как проектировать, ну, там, относительно простые, но системы при помощи типов и доказывать, что они действительно соответствуют своей спецификации. И спецификации там не очень простые. Блин, мы только что открыли, ты только что для меня открыл новый уровень совершенного кода. Просто, знаешь, я этот человек, взращенный книжкой «Совершенный код», и сейчас я понимаю, что то, что там писали, это, типа, это high-high-high-левел из кучи-кучи левелов вот в тот лоу. Да, 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 как и тут. Мемсайдинг, да, 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 да. Как тебя занесло в формальное доказательство? Ну, вот, собственно, мы говорили про то, что я на работе, раньше, там, студенчество, занимался эмбедовкой, да, встраиваемой системами. Я это делал в компании, которая разрабатывала шахтную автоматику. Вот, то есть это какие-то устройства, которые, там, должны что-то отключить, там, да, при появлении, например, не знаю, там, метана, например, да, еще чего-то. Вот, ну, или, там, какие-то измерения передавать на поверхность шахты. Я, как бы, писал для них прошивки, и мне приходилось ходить в шахту для того, чтобы исправлять баги в своих прошивках. Вот, это не очень приятное было занятие, на самом деле, потому что ты спускаешься в какой-то клетик, которая вся ржавая, шатается 400 метров под землю, у тебя вокруг все открыто. А нафига спускаться? Нельзя по кабелю просто подключиться? А там не было интернета, например. Ну, а вы кабель пробросите? Или это? Там нужна была, короче, вся эта техника, она стоит в так называемых в живо-непроницаемых оболочках. Вот, это такая штуковина, ну, там, она еще может быть больше, да, которая, там, весит, там, не знаю, 100-200 килограмм, например. Она нужна, чтобы, если внутри что-то произойдет, да, то там будет, как бы, внутри взрыв небольшой, да, а наружу это не распространится, и люди, естественно, не пострадают, да. Вот, там была какая-то индикация обычно только. То есть не было возможности с каждого прибора, там, какую-то, знаешь, телеметрию передавать. У нас мы сами как раз делали прибор, который телеметрию делал, вот, довольно примитивную, там, вот, но получается, что если с ним что-то не так, то ты не можешь передать информацию, ну, поверхность. Вот, приходилось ходить туда и смотреть. А были просто системы, которые, ну, вообще ни к чему не подключены, кроме электричества. То есть ты просто с шахтерами одеваешь, там, каску, что-то, с компом... Меня учили портянки наматывать. Портянки? Да, я не умел, вот. А нафига портянки? Ну, тебе выдавали кирзу и сапоги, портянки, вот это все. Без портянок я пытался сначала в своих носках пойти. Слушай, если мы сидели, то студенчество было. Ну, это уже в шахту, это уже в шахту, наверное, после студенчества было. Это когда вот только выпустился и начал, ну, продолжал, вернее, работать по этой же теме, вот. И ты такой приходишь и просто видишь, у тебя там метансигнализатор, что у тебя содержание метана, концентрация в воздухе все увеличивается, увеличивается. Потом это просто, ну, туда спускается неприятно, идти там несколько километров. Ну, это как бы, в принципе, минимум рабочий день у тебя вылетает из-за этого. Да, блин, это вообще-то страх клаустрофоба. И да. Ну, там, когда тебе говорят, а, слушай, вот мы сейчас там по центрам города находимся, например. Вот, и, в общем-то, мне не понравилось, этот экспириенс не мой. То есть я люблю по центру города гулять почти любого, но только не под землей, вот там где-то. Вот, и, в общем-то, получилось так, что я начал искать методы, которые мне позволяют не ходить в шахту, когда у меня есть баги где-то в прошивках моих. Вот. Кстати, тест-driven development, я тогда тоже на него наткнулся, попробовал сделать один небольшой проект, на нем понял, что это вообще не мое. Он заработал довольно неплохо, надо сказать, но это вообще не мое. То есть я не могу так разрабатывать, как там. То есть где-то должен сначала написать все тесты, а потом... Да-да, потом код. Да, постепенно код. Зеленый. Ну, зато сейчас системами я, я, по-моему, это win-win, написал тесты, попросил через GPT дописать. Некоторые, я знаю, так делают, знакомые у меня. Ну, все, ну, там не стопроцентное, конечно, подание. Так ты получишь... Я не могу не пошутить, я редко шучу, но ты, получается, этот, спаситель канареек. Да-да-да, так и есть, да. Это правда. Так. Ну, вот, смотри, мне нужны методы, которые были нужны, да, ну, и сейчас тоже, в целом, это мне интересно. Как писать софт так, чтобы в нем было, ну, не так много багов, скажем так. Потому что для меня конкретно это были такие личные косты в том числе. Вот, и я начал интересоваться разными методами, там, статические анализаторы использовать в работе. Они тогда, те, которые я использовал, давали просто гигантское количество ложноположительных срабатываний. Это какой год примерно был, чтобы понимать? Это где-то десятые годы, там, вот, на рубеже, плюс-минус, вот, в районе десятых годов, да. То есть, там, лет, не знаю, пятнадцать назад, условно. Ну, это вот, как бы, там, начало, можно сказать, моей карьеры в той области. А потом, в какой-то момент я решил, что, окей, я бы хотел, ну, моя работа, она была сопряжена с очень частными командировками, потому что шахты, по ним нужно ездить. Там, я не знаю, даже в Беларуси, например, был. У нас шахты есть в Беларуси? Соляные, да, соли... А, солигорск, 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 да. Точно, я что-то сразу нефть, газ, думаю, корейная соли. Да, там тоже есть вот эти моменты. Это был в Солигорске прямо в шахтах? Нет, туда, нет, туда просто с заказчиками ездили встречаться, в шахтах нет, там боги мы не отлавливали. Вот, ну да, был вот в Минске, и через него в Солигорске, получается, поел настоящих драников. В общем, я, как бы, в какой-то момент мне уже немножко поднадоела такая вот тяжелая работа, в плане того, что ты месяц в командировках, месяц дома, месяц в командировках, месяц дома. Вот, и я как-то ушел из той области, и у меня был такой тоже собакикл. Я еще переезжал, это было в Сибири работа, вот, я еще потом переезжал в Петербург. Значит, и начал искать, чем же мне дальше заниматься. Мне было интересно вот разработка языков программирования, в частности. Вот, я все подумал, а тогда еще Котлин был довольно молодой, кстати, у меня была такая мысль даже, может быть, попробовать туда как-то податься. Вот, ну, мне попалась на глаза, на Hacker News, статья про Кок, это вот тот самый профассистент, вот, интерактивная система доказательств. Вот, и очень хороший учебник, называется Software Foundations, где рассказано про то, как устроены языки программирования с формальными доказательствами, то есть как про языки программирования думают, скажем так, ученые в области Computer Science, которые занимаются именно их изучением, да, теории языков программирования, то, что называется ТЯП, теории языков программирования, или PLT по-английски. Вот, меня тогда тема очень сильно заинтересовала, то есть там, во-первых, было рассказано суперформально, суперматематично про языки программирования, для меня это было тогда в первый раз новинку. Я тогда уже интересовался функциональным программированием, и вот Кок, это в том числе, так же, как и Ибрис, вот, который я упоминал, это функциональные языки программирования, просто они с зависимыми типами, то есть с темой типов, которая очень выразительна, и позволяет выразить, ну, практически всю известную математику, да, там, ну, может быть, необязательно, это будет удобно с этим работать, для математиков есть, как бы, сейчас отдельное некое направление, которое позволяет с доказательствами более привычного стиля работать. Вольфрам? Ну, вольфрам это не совсем про доказательства именно, да, то есть это некая система, которая тебе помогает в работе, он там что-то посчитать тебе может, там, всякие алгебраические упрощения, например, да, многие там факты она знает, да, в том числе, а вот именно про доказательства, где ты, как бы, пошагово говоришь, возьмем вот это, пусть у нас есть икс, такое, что, не знаю, натуральное число, тогда... Все как на первых курсах в универе. Да-да-да, там, вот возьмем, сделаем индукцию, то есть там ты можешь... Сможет чувствоваться, что ты в универе преподавал? Кстати... В смысле знания, знания. Было дело, было дело, да, немножко, немножко преподавал, и, кстати, до сих пор иногда преподаю, но в последнее время онлайн мы вот с одним коллегой из Gbrains, ну, вернее, он не совсем, мой коллегой сейчас я в Gbrains, с Gbrains немножко работал в плане образования, пытались в Петербурге делать магистратуру, где я должен был заниматься как раз формальными, ну, это, наверное, нет смысла выпуск выпускать, но так просто вспомнилось, что мы... Ну, ничего интересного. Магистратуру по... в том числе, где был бы трек по формальной верификации. Вот, потому что я там читал в компьютерскохозяйственном центре курс как раз по КОК, по формальной верификации. А в универе численные методы, как ты уже рассказывал. А в универе? Ну, это было очень давно уже, это еще было до этого. Ну, блин, когда человек говорит, что он читал лекцию в универе по численным методам, это, на самом деле, много еще говорит про человека. Так, минимум, то, что ты шаришь в математике. Ну, когда-то я шарил больше, да, чем сейчас, в той математике, там, типа, Матан, вот это все. Те методы рунги-кута, это какого-то там порядка, это все оттуда. Да, да, да. Это да. Так, хорошо. То есть ты переезжаешь в Питер, начинаешь искать работу, связанную с формальной логикой, с языками программирования, с формальными доказательствами языками программирования. Ну, я начинаю, скорее, изучать направление, что мне там попало, ну, или около того, примерно там попалось мне это вот. Я посидел, не знаю, может быть, месяца два-три, там, целая серия учебников, несколько томов. Их тогда было, кажется, три тома написано, а сейчас их, кажется, уже шесть. То есть это все, серия продолжается, там все более интересные вещи, там, сепарационная логика. То есть там, ну, это очень классная серия, очень рекомендую почитать, если вот это интересно. И она довольно легко изучается программистами. То есть почему мне, например, мне это очень заинтересовало? Потому что когда я был, там, не знаю, на первом курсе изучал Матан, там нужно было что-то доказывать, да, какие-то лемы для экзамена, там, упражнения, да, и когда ты, там, не знаю, интеграла берешь, у тебя обычно есть ответы, и ты можешь сравнить, да, у тебя вот интеграл, ты его взял, вот ответ, совпадает, замечательно, двигаемся дальше. Если тебя просит что-то доказать, я вроде бы доказал, но я не знаю, я правильно доказал или нет. Может быть, у меня где-то есть ошибка в рассуждении. Потому что здесь как бы тебя просит доказать, это ты, как бы ты знаешь ответ, что он да, это должно доказываться, да. Типа, может, просто подвел под ответ. Да, может быть, я просто... Нет, но есть же люди, преподаватели же поверяют твои доказательства обычно. Да, и это одна из проблем, ну, что людей много, фактователь один, он, может, внимательно посмотрел мои доказательства или вообще не посмотрел, ну, вроде что-то написано, и ладно. Но мне самому было, перед тем, как сдавать, например, это было не очень понятно, то есть, ну, как проверить доказательства, да. Вот, и когда я увидел, что есть системы, которые за тебя это делают, тебе не нужен преподаватель, ты пишешь шаги, доказательства, а они проверяют, что ты все четко соблюдаешь, все логические правила. Ну, кажется, это не то, чтобы прям космос какой-то по сложности такие системы делать. Их несложно реализовать в целом, да, потому что формальная логика существует там уже сколько, сто лет больше, вот, и все это формализовать в виде компьютера, в виде компьютерных правил, это как бы несложно. Там проблема в основном с тем, чтобы реализовать это, кстати, корректно и сделать это довольно производительным, потому что, когда люди начинают писать большие доказательства для больших систем, они будут большими, вот, то возникают проблемы очень большие с перформансом. Вот, и, собственно, да, в тот момент меня заинтересовал, мне очень понравилось, что, о, я могу теперь не просить кого-то проверить мои доказательства, у меня есть компьютер, который изменяет все это, проверяет. И если ты внизу написал QED, поставил там точечку в коке синтексис, вот, и довел там еще такая система, ты интерактивно можешь по шагам, как бы пройти свои доказательства, он тебе показывает текущее состояние, как бы, то есть сейчас мне нужно доказать вот это. Допустим, если тебе нужно доказать, что этот факт и этот факт, ну, а конъюнцию, да, логическую, вот, ты говоришь, окей, я докажу сначала первый, потом второй, да, и вот он, вот это все тебе показывает. Чтобы доказать первое, тебе нужно доказать вот это, я там делаю, массажирую, как бы, эту цель. Это реально программирование. Блин, ну там же, да, банально на уровне операторов там все по-другому выглядит. Ты, как минимум, должен математическими операторами... А, нет, ASCII обычно, все, 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 если ты еще писал где-нибудь на каком-нибудь языке, типа, не знаю, Scala, Haskell, Acamel, например, то это все выглядит очень привычно, очень знакомо, то есть если функциональное программирование это что-то такое для тебя привычное, близкое, то все очень... А ты сказал, что это хорошо для погружения именно программистом, а насколько математический аппарат у тебя должен быть поднят, на какой уровень, чтобы это все осознать и понять? На самом деле, там, может быть, какая-то немножко настойчивость нужна, но прикол этих систем в том, что они начинают с очень базовых вещей, в них очень часто нет даже натуральных чисел, и ты их сам определяешь. И ты сам определяешь, но это скорее всего... То есть ты сам все выводишь в процессе изучения? Да, ты можешь... Ну, это обычно в стандартной библиотеке есть, вот, там натуральные числа, например. Иногда они даже там захороткожены внутри прувера, потому что обычно используются так называемые представления пиано, это когда у тебя вот эти вот S, 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 S. Ну, то есть, как, знаешь, на необитаемом острове пишут палочки, да, потом зачеркивают. Ну, здесь просто не зачеркиваешь, а дальше палочки пишешь. Вот если у тебя число 100, то вместо того, чтобы его записать тремя знаками, 1, 0, 0, например, да, в десятичной системе, ты пишешь вот 100 палочек вот так. Ну, можно себе представить, что когда у тебя там большие числа, то это очень неэффективно работает, что представление такое слишком большое становится. Вот. Но тем не менее, ты можешь всю эту арифметику сам определить, тебе нужна рекурсия, да, там вот эти вот типы данных, где есть нолик или как S, N, да, саксессор от N. И все, у тебя все числа это либо нолик, либо саксессор от N. Ты по траматчингам все это разбираешь, вот, и так далее. То есть ты можешь прям с нуля, там несколько правил, по сути, да, как бы захардкожено в систему, несколько таких встроенных типов данных, типов для функций, да, вот. И ты все это сам определяешь, сложение, умножение, вычитание, там вот это все. И можешь потом доказывать теоремы про это. То есть там, что, допустим, сложение кумулятивно для любых, ты пишешь, for all, да, для любых, x и y, x плюс y равно y плюс x. Вот, все это доказываешь. Блин, почему это в универе не давали? Ну, типа, я в универе не так давно учился, 10 лет назад, чуть больше. Если бы это давали на первых курсах вместе с Матаном, ты бы хотя бы видел практическое применение, какой-то больший кайф получал, вместо того, чтобы бумагу марать. Это вообще, да, мне кажется, действительно надо давать на первых курсах, особенно если ты читаешь курс по формальной логике, который часто у программистов есть, вот эти все теоремы Гюдели и так далее. Вот это было бы, на самом деле, да, довольно прикольно. Ну, в американских, или даже скорее в европейских университетах сейчас уже начинают. Вот я не уверен, что с первых курсах, да, ну, в бакалавриатах... Нет, ну, вышман же обычно как раз на первых курсах дают, там, первый, второй, третий. Да, вот курсы типа учредительной логики, их либо дают где-то ближе уже к старшим курсам бакалавриата, либо, может быть, уже магистрские какие-то. Ну, вот в Петербурге, в компьютер-социенс-центре мы делали для... в принципе, для всех. То есть ты приходишь... Это как бы доп. образование такое было. То есть я уже уровень какой-то должен быть же на входе. Там, по сути, мотивация нужна. Нет, ну, после школы ты же не придешь. Слушай, ну, на самом деле, вот, например, ко мне на курс там не было школьников, вот, но могли прийти после школы, потому что ты себе даже натуральные числа определяешь. Там вообще все супер базово. То есть при достаточном уровне мотивации ты можешь, в принципе, все быстренько подтянуть. Да. Айти-борода. Тут у меня вопрос. Вот ты начинаешь интересоваться такими вещами, ну, лоу-левел программирования, плюс математика, плюс формализация. Но мы с тобой сегодня будем разговаривать про смарт-контракты и языки для смарт-контрактов. У людей, у широкой массы смарт-контракты – это прямая связь с блокчейном, ну, она и есть. А у большинства блокчейн ассоциируется далеко не с математикой. С чем-то простым и на чем много всяческих непонятных вещей делают местами, не очень, как-то сказать корректно. Ну, ты понимаешь. Скам. Скам. Это называется. Я не поклонник этого определения. Понятно, что блокчейн сейчас во многие сферы вошел, но тем не менее, объясни, как ты перешел от весьма научного программирования, весьма такого не научного, а формализированного, к работе со смарт-контрактовыми языками программирования. Как у тебя это произошло? Почему ты в эту сферу вообще посмотрел из Академии? Да, слушай. Ну, вот этот момент, да, про то, что я там начал интересоваться формализацией, и вот прошел этот учебник, там, да, начал дальше сам интересоваться, там, с такой флоу довольно много отвечал. Вот мне так иногда люди пишут в телегу, что там, о, я, говорит, видел твой ответ на такой флоу, вот, который, не знаю, 8 лет назад написал уже, получается. Вот. И я был подписан на список рассылки КОК, там, где вот по имейлу, да, люди общались, вот. И в какой-то момент, вот я был на этом саватик, или вот, уже думаю, окей, нужна работа, вот, потому что я там провел свою подушку, вот, и нужно было уже двигаться куда-то. Вот, увидел объявление, есть такой блокчейн Тезос, вот, у них реализация была на аккаунте, в Камле, и у них был такой стэковый язык, Михельсон, вот, я думаю, что он до сих пор есть. Они хотели убедиться, что там все реализовано корректно, вот как раз методы формальной верификации, и написали вот список рассылки, что нужны люди со знанием КОК, вот, там, потому что Акам или КОК, они хорошо интегрируются между собой, вот, и, собственно, я написал, вот, собственно, основателю, мы начали работать некоторое время, там, несколько месяцев, вот, сделали то, что называется Deep Embedding, глубокое погружение, то есть, как бы, мы, используя КОК, формально описали вот этот язык программирования, на котором они пишут свои смарт-контракты, ну, то, что выполняется, скорее, на блокчейне, да, то есть, там, для, как бы, их виртуальной машины, по сути. И даже я помню, написал факториал и доказал, ну, то есть, на вот этом, на таком форте, как бы, да, стыковый язык, вот, написал факториал и доказал, что это факториал действительно факториал, потому что я отдельно написал факториал на КОКе, вот, и показал, что, окей, вот мы, ну, то, что мы написали вот эту семантику языка, да, то мы вроде бы корректно это сделали, вот. Так продолжалось несколько месяцев, а потом я увидел в этом же списке, что нужны КОК-программисты в MD Software Institute, это такой НИИ в Мадриде, значит, к Алексу Наневске, он ученый в области сепарационной логики, то есть он там доказывает корректность разных конкурентных алгоритмов, параллельных, вот, и я подался, там, пособеседовался с ним, все прошел, там, оформил визу, все такое, вот, и проработал там полтора года, и потом мне вот пришел оффер из компании под названием Zilliq, там над как раз-таки корректностью смарт-контрактов работал Илья Сергей, это постдок, бывший постдок Алекса, моего тогдашнего шефа, а он уже был профессором в университете Сингапура, вот, там была такая компания Zilliq, ее основали, выходцы из академии, они придумали первые в мире, как делать шардинг, и даже запустили, то есть, как бы, проблема многих блокчейнов в том, что там не очень высокий вот этот вот количество, да, не очень высокая пропускная способность, там буквально единицы транзакций в секунду, вот, они придумали, там, как это сделать, на три порядка ускорить, за счет того, что обработка была, как бы, распределена, да, по так называемым шардамам. Масштабирование, ну, через шардинг, программисты должны понимать, если нет, погуглите, с базами данных, такое мы делали давно Там делали, как раз, криптографы в их CIS академии, вот, собственно, они запилили такой стартап, хотели это монетизировать, вот, и им нужно было что-то, что отличает их еще от других блокчейнов, потому что их тогда развелось очень много, уже на тот момент, ну, они начинали, это, по-моему, в 2016-2017 году, я присоединился туда в 2019-м, и я тогда разработал стилу, это такой вот язык смарт-контрактов пружиточного уровня, у него ядро такого функционального языка, там, так называемый систем F, это полиморфное лямбда-исчисление, так называемое, вот, ну, плюс нашлепка, как бы, из императивного программирования, потому что смарт-контракты, это такие объекты, которые имеют state, состояние, да, которое можно менять каким-то внешним воздействием, и, собственно, они еще там могут между собой сообщениями обмениваться, вот, и нужно было, чтобы можно было, вот, smart-контракты верифицировать, то есть там смарт-контракт не должен у тебя, например, съедать, там, замораживать, например, все твои деньги, к примеру, там, он должен быть, там, условно, как-то честен, например, там, да, у него, там, не знаю, контроль каких-то, ну, контроль доступа, да, должен быть определенный там, соблюден, вот, ну, то есть какие-то такие вещи можно про это, причем это все можно формально выразить, это не всегда сделать просто, но во многих случаях даются довольно простые формулы, темпоральной логики, так называемые. А нафига все это в смарт-контрактах нужно? Потому что когда ты запушил смарт-контракт, его потом уже фиг откатишь? Да, именно так. Смарт-контракт, он как бы иммутабельный. Это не всегда так, но конкретно это можно обходить. Есть прокси. Когда у тебя данные отдельно, логика отдельно, ты можешь перенаправить их как-то. Деплоишь новый контракт и так далее. Действительно это обходится. Такие некоторые костыли. Но в целом изначально идея была, что действительно контракты иммутабельны. То есть ты не можешь менять их код. Раз у тебя уже эта логика прописана, будь добр. И хотелось бы, чтобы действительно они так и работали, как должны были работать. Я занимался такими системами, занимался коком. В принципе, там и конкурентность тоже важна. И мне предложили поработать над таким фреймворком. То есть я к блокчейнам на самом деле на этот момент тоже относился относительно скептически. Но вот поработав сначала статусом, потом с зеликой, я увидел, что, во-первых, куча людей с академии над этим работает, куча очень хороших инженеров, с которыми всегда очень... у них можно многому научиться. И при этом очень много публикаций есть про блокчейны, про языки смарт-контрактов. Их просто вагон. Ну, тут может показаться кому-то, в частности мне, что не могут ли это быть публикации ради публикации. То есть понимал ли ты, понимаешь ли, зачем вообще, в принципе, эти ребята выбрали блокчейн, не ради ли хайпа? Слушай, ну, тут есть нюанс такой, что тебе где-то нужно проводить границу. То есть есть вот задача, и ты работаешь часто в рамках задачи. Да, блокчейны можно использовать не по назначению, это абсолютно точно. Соглашусь. Но для меня, на самом деле, даже блокчейн не так важен, как важны именно смарт-контракты. То есть для меня, может быть, даже платформа централизована, но я должен иметь программируемые финансы. Мне эта идея близка. Почему мне эта идея близка? Почему ты ее считаешь перспективной? Почему она тебе близка? Ну, потому что мы должны иметь возможность скриптовать все, что угодно. Если я владею, ну, как бы, деньгами, почему мне не заскриптовать? Как им пользоваться? Почему это должны делать только банковские приложения или какие-то избранные программисты? То есть дайте мне API, а дальше я там буду сам чего угодно делать. У меня есть владение. Тогда, получается, только программисты и будут владеть деньгами. Ну, люди, как программирование, это вторая грамотность. Вот, я думаю, что все должны уметь на каком-то уровне программировать. То есть ты представляешь себе будущее, в котором, в том числе при помощи смарт-контрактов, в принципе, любой там человек после школы сможет сам делать свои DeFi для себя. Даже во время школы, наверное, ну, все умеют читать, да, сейчас уже практически. Ну, понятно, что есть процент людей, которые действительно это… Но все понимают, что это проблема, да, ее нужно исправлять. Вот это для меня что-то подобное. То есть читать, писать и немного программировать – это базовая грамотность, ну, там, считать. Я раньше говорил, что программирование скоро тоже должно стать базовым навыком, а тут получается еще один новый уровень сегодня на интервью. Управление собственными финансами программное – тоже базовый навык. Там не только финансы, на самом деле, у тебя же там много аспектов. Те же блокчейны – это, в принципе, управление своими данными. Данными, да. Вот, финансовая часть из них, да. Вот, все эти identity и так далее. Но в то же время владение данными второстепенно получается. Главное – управление. Ну, если ты не владеешь, то не можешь управлять же, да? Ну, тут point в копилку – децентрализация. Если это не децентрализованное, то как бы и не ты владеешь. Да, я согласен с этим, да, в принципе. Ну, сейчас на данном этапе, наверное, для меня важнее именно развитие смарт-контрактов. Это, кстати, не новая идея. Ее в какой-то, в контопейпере в 90-х, по-моему, впервые озвучили. Вот, с тех пор как бы это было в таком несколько подвешенном состоянии. А потом люди, которые начали заниматься смарт-контрактами, видимо, это с эфира пошло, опять с эфири умодай. Ну, вот, они это раскопали. Вот, и когда я увидел, вот, по поводу вопроса публикации, публикации просто в области криптографии, в области языков программирования, там, какого-то тулинга вокруг этого, там, связанного, не знаю, с фазингом, статическим анализом, еще чем-то. Люди публиковали, был всплеск определенный, сейчас он чуть, мне кажется, меньше стал. Вот, но публиковали, продолжают публиковать работы в топовых конференциях. А в Computer Science принято публиковаться, ну, в мировом Computer Science принято публиковаться не в журналах, а в конференциях. Это такая культура. Если посмотреть на физиков или математиков, они публикуются в журналах. В Computer Science, когда публикуешься в журнале, это, как правило, закрыт какой-то пласт работы, там, не знаю, 10 лет работали над чем-то. То есть это очень базовый уровень такой. Саммари вы такое делаете, вот у нас. И публикации такие довольно большие, объемные, там, 50-100 страниц, может быть, одна статья. В конференциях от 20-ти до 30-ти страниц обычно ограничения, вот. Ну, мы, собственно, когда занимались Scilla, тоже довольно много публиковались. Там две или три публикации, я не помню, все прошли или нет. Две точно прошли. Вот. И публиковались мы, например, в UPSLA. Это среди людей, которые занимаются теорией языков программирования. Это одна из топовых конференций. Публиковались в… Ну, ты говоришь, публиковались, в смысле, вы презентовали это. Это публикация всего, но это пейпер конкретный, который там на Arvix лежит, еще где-то лежит. Мы писали, мы писали пейпер, проходили peer-review, то есть на рецензию, вот. И, да, были, представляли все это. Вот, например, дизайн Scilla, то, что Илья делал, мы, как команда, работали в том числе над этим. Там писали каждый какой-то кусок. Ну, помимо того, что мы реализовывали язык, вот, там писали какие-то вещи, связанные вот в этой статье. То есть мы вот на Оксле публиковали в 2019-м. И потом мы еще делали файзер для Scilla кастомный и публиковали его в ICFP. Многие программисты, особенно функциональщики, знают про ICFP-контест. Вот. Но это, как бы, в рамках этой конференции, это тоже одна из топовых конференций, в частности, по функциональному программированию… Международная конференция по функциональному программированию ICFP. Как ты попал в команду Тона и занялся тактом? Это, да, интересный вопрос. Ну, я думаю, так получилось, что я знаю каких-то ребят еще в ВК, в ВКонтакте. Вот. И мы с ними в Питере познакомились на митапах по функциональному программированию, где я тоже рассказывал, там, года шестнадцатого, наверное, еще про формальную верификацию, там, да, про всякие пруверы, вот про такие вещи, про, там, даже интуиционистскую логику. У меня был какой-то доклад. Вот. И они… Ссылочку можем оставить. Да, да, да. Вот. Ну, на самом деле, я не знаю, там, на сколько я тебе докладываю теперь. Знаешь, как всегда, как со старым кодом, типа, кто это писал, да, вот здесь так же, кто так рассказывает. Вот. Ну, как-то так получилось, что познакомились с ребятами. Очень хорошая компания, вот, и они, видимо, как-то рассказывали в своем кругу про это. Компания ребят. Да, да. Это эти ремарки современности. Угу. Вот. Ну, и как-то так получилось, видимо, что рассказали ребятам, которые работают либо там Stone Foundation, либо, в принципе, над реализацией World Champions в Core-команде. Вот. Они на тот момент искали человека себе, который бы, условно, довел так до продакшена, потому что уже на тот момент был прототип, который сделал Стив Крышаков. Вот. Это реально очень классная идея, задумка. То есть я не автор самого дизайна языка, да, по сути. Вот. Вот. Но если посмотреть на то, что называется Fancy, мы, наверное, подробнее, да? Да, буквально. Ускорим. Вот. Это реально очень сильно повышает его уровень дружелюбности, да, к человеку. Вот. И Стив оставил разработку, вот, занялся какими-то другими вещами. И, собственно, они искали, кто бы вот довел так до продакшена, чтобы, там, масс-адопшен, да, вот это все. Вот. И ребята знали, как бы про меня. Тем более, что я, наверное, там, может быть, за год до этого еще небольшой консалтинг для них делал. Там, попросили они тоже посмотреть один дизайн, предыдущей версии так-то, скажем так, который был совершенно не похож, можно сказать, на текущую. Вот. И как бы все за верте, да. Вот. С того момента. Я тогда работал в… занимался языком по названию своей. Вот. Тоже смарт-контракты. Тоже, да. Тоже смарт-контракты. То есть вот последние три работы у меня, включая Tone Foundation, это вот все связано с разработкой смарт-контрактов. Ты, получается… Вернее. Еще небольшая… Чтобы внести ясность, ты на Коке пришел в смарт-контракты через формальные верификации языков программирования. В какой момент… ну, это я так называю. В какой момент произошел свитч в разработку языков программирования? Это уже было… А, да. Это интересный момент. Действительно. Хороший вопрос прям. В общем, я занимался, как бы, корректностью на Коке, да. То есть должен был сделать фреймворк для контрактов. Потом в какой-то момент мы немножко сместили фокус в область технологии, которая называется model checking. То есть мы контракты на Scylla кодировали как, значит, на языке, который называется TLA+, для которого есть model checker. Это такая штука, это как тестирование на стероидах тоже. Ну, такое всеобъемлющее тестирование. Он проверяет вообще все возможные входы, все возможные состояния, перебирает. Это там определенные ограничения накладывает. Это не просто сделать, потому что… ну, особенно когда у тебя бесконечное пространство состояния, это невозможно сделать. То есть тебе приходится каким-то образом делать абстракцию пространства состояний. Вот, мы начали делать такой более автоматизированный фреймворк, потому что мы в какой-то момент поняли, что пользователи не осилят доказательства на Коке. Потому что, ну, очень мало, в принципе, программистов, которые умеют пользоваться языками смарт-контрактов. Вот, а еще и доказывать что-то про контракты, ну, очень тяжело, на самом деле, без подготовки. И мы просто свичнулись в такой метод, который позволяет тебе, как бы, кнопочку запустить, там что-то куда-то транслировалось, и оно там начало само считать. Может быть, оно там будет 10 минут считать, может быть, сутки, там сложно бывает сказать. Вот, но, по крайней мере, это полностью автоматический практический метод. Вот, и, значит, мы делали, 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 и потом какие-то баги находились с реализацией Scylla, и мы начали делать Phaser для Scylla. То есть мы как бы генерировали рандомно программы на Scylla. Ну, не совсем рандомно, потому что ты не можешь генерировать спочки символов просто, да. Это все парсер не пройдет практически. Вероятность нагенерировать хорошую программу, которая хотя бы парсер пройдет. Ча-то же питьем не хватало. Да, да, да. Потом ты можешь генерировать на основе грамматики, но это тоже, на самом деле, не очень хороший метод. Это гораздо лучше, чем генерировать символы. Следующий вариант – это генерировать произвольные AST, ну, то есть синтетические деревья, да. Почему? Потому что у тебя области видимости переменных будут плохие, у тебя там строку с числом ты будешь складывать, то есть по типам не будет проходить просто. И, да, это хороший способ тоже что-то потестить, но он не очень хороший, на самом деле, для того, чтобы глубоко… То есть в какой-то момент вы просто сделали язык программирования для файзинга? Нет, мы написали, мы использовали то же самое, почти… Мы, кстати, Кока использовали для того, чтобы файзер написать. Потому что для Кока был хороший… есть хороший фреймворк для того, чтобы это делать, вот, там, для рандомизированного тестирования. То есть мы генерировали программы на сцене, которые уже… Они случайные, но они проходят тайп-чекер. И, соответственно, их можно уже запускать. И вот мы таким образом смогли найти вообще все баги, которые уже были зарепорчены. Причем я не пытался их искать специально. Вот. То есть можно было бы, да, попробовать заточить, но нет. Мы, честно, воспроизвили баги. Вот. И потом нашли еще новый баг. Кстати, он потом в день пятилетия компании из-за того, что там были некоторые такие социальные неурядицы, как бы там кофаундеры немножко поссорились, вот. И некому было обновить версию ссылы. Вот. В общем, кто-то уложил весь блокчейн. Пипец. Вот. Ну, я просыпаюсь в субботу, по-моему, это было там везде. Телефон, слаг, телега, почта. Везде там по 20 неотвеченных. Вот. Залогиниваюсь на работу. И, собственно, там люди сидят и не знают, что делать. А оказывается, что кто-то увидел уязвимость, которую мы нашли. Вот. Ну, которую за четыре месяца никто не так и не починил, как бы. Ну, то есть просто нужно было задеплоить новую версию. Остыл вообще интерпретируемый язык, новую версию интерпретатора. Ну, вот. Как бы мы починили за 10 минут это все. Нужно было просто запушить новую версию. Вот. И потом команда, core-команда. То есть было две команды. Языковая одна, вторая core. Вот. Core-команда 12 часов поднимала. Дальше был чейн. То, что было нетривиально. Все было вручную практически сделано. Вот. Ну, то есть починка бага заняла 10 минут. Вот. Я увидел просто сообщение. Вспомнил, что именно такое сообщение я увидел, когда я работал над Pfizer. Вот. Фикс у меня был уже готов, на самом деле. Вот. И все. Там осталось только просто задеплоить. Да. Практическое применение. Возвращаясь к свитчу. Да. Вот. Мы делали такую работу про корректность, но уже не контрактов, а реализации языка программирования, по сути. Вот. И коллега, который из зелики уволился потом, компиляторщик наш, пошел работать над языком свой. Вот. Там было довольно много проблем, в том числе, там, с оптимизаторами и так далее. Вот. И они решили, что нам нужен Pfizer, чтобы от этого всего избавиться. Вот. Тестировать руками сложно, долго. Ну, вот. И он позвал меня, поскольку ты уже реализовал такой Pfizer. И он, ну, мы написали статью как раз по нему. Вот. Собственно, я пришел туда, надо заниматься файзингом. Но вот этот вопрос твой, опять возвращаемся про корректность, да. Там, помнишь, формально юрисованные компиляторы. Чтобы формально верифицировать что-то, нужно, чтобы что-то вообще как-то работало, да. То есть тебе нужны фичи в языке. Вот. Я пришел, а там говорят, слушай, ну вот да, ты пришел нам корректность обеспечивать здесь, да. Но у нас просто вот смотри, вот этого не хватает, вот этого не хватает, вот этого не хватает. Надо делать. Вот. А поскольку я, в принципе, системами типов занимался, то... Ну, и реализовывал, в том числе... Рабочая рубчика пришлись к месту, короче. Да. И я начал, как бы, во фронтенд компиляторный. Есть фронтенд такой, да, есть фронтенд компилятора. То есть это там, ну, парсер, да, туда относится, например. Ну, или там тайпчекер, может, к миддлэнду, например, да, отнести, так называемым. Вот. Я начал там фронтендом, миддлэндом, по большей части. Там трейты, это там такой растоподобный язык немножко. Там трейты, типы, тайпчекер. Вот это все. Начал этим заниматься. В основном какие-то фичи пилить. И, в общем, до файзинга я так и не дошел, честно говоря. То есть то, на что меня нанимали. Знаешь, когда ты с менеджером на, там, one-on-one разговариваешь, там, типа, все ли хорошо. Я говорю, все хорошо, мне работа нравится, мне нравится пилить фичи для языка. Вот. Ну, как бы, вы меня нанимали для того, чтобы файзер делать для языка и обеспечить, чтобы он там не падал, да, грубо говоря. Оптимизация, не знаю, корректно работали. Вот. Он такой слушает, говорит, я все понимаю, понимаю твою боль, но нам не хватает фичей. Вот. Давайте, давайте делать фичи. Но вот так вот я пришел из того, чтобы делать штуки для корректности смарт-контрактов, штуки, которые обеспечивают корректность компиляторов, в то, чтобы просто делать компиляторы. Блин. На чем остановились, да? Нет, хотели про такт поговорить, а в итоге про всяческие формальные эти, формальные верификации. Можно было бы два выпуска прямо здесь сделать. Реально офигенная тема. Я прям даже, ну, как-то и не знал. Ты мне скинул тогда, когда мы подготовились к интервью, ты мне скинул кок. Я думаю, ну, что-то прикольное, надо спросить. Вот. В сценарии написал, что это, и развернулось. Короче, если вам интересно аудитории, то напишите. Можем еще потом с Антоном собраться отдельно про это что-нибудь сделать. Про такт. Я не знаю, насколько ты, в принципе, осведомлен историей языка, но вот настолько, насколько ты осведомлен. Давай пробежимся. Вообще, какие были предпосылки у такта? Что было до такта? Почему он появился? Да, хорошо. Я, на самом деле, прям сильно глубоко не вдавался в подробности особые. Мы об этом немножко разговаривали с Вова Элифманом в выпуске. Тоже там можете посмотреть. Теперь твое мнение по этому поводу. Да, я думаю, что Вова должен был упомянуть и про FIFT. И про Франс Си, и про FIFT, да. Ну, давайте очень вкратце тогда, потому что действительно можно в другом видео посмотреть. В общем, FIFT это такой фортеподобный, можно сказать, асемблер для того, чтобы говорить про TVM, виртуальная машина, которая лежит в основе смарт-контрактов на Тони. Ну, я не знаю, большие системы, на мой взгляд, конечно, не написать на слишком низкоруних языках. Поэтому появился FANSI. Не написать, потому что неудобно? Ну да, неудобно, конечно. Вот. И средства абстракции не всегда позволяют, да, там, ну, не знаю, там. На Форте, насколько я знаю, там, люди, не знаю, загрузчики пишут в основном, да. И там был вроде бы почтовый клиент древний какой-то, я не знаю, работает он или нет. Вот, больше как-то особо нет. Ну, сама концепция интересная, конечно, вот, но как-то вот почему-то большие системы не реализованы на нем. Поэтому, да, понятно, что нужен более ускоруний язык, желательно, более-менее привычным разработчикам. Вот, соответственно, люди сделали FANSI, такой уже более, гораздо более ускоруний язык. То есть, там, где ты уже, не знаю, там, более привычный формат записи, например, для каких-нибудь, там, альфоминических, логических операций, да. Это, я так понимаю, калька, ну, условная калька C. Он похож на C. Ну, и да, и нет. То есть, он, скорее, похож синтаксический, такой C-подобный синтаксис. Но, чтобы на нем программировать, все равно нужно довольно неплохо представлять, как работает внутри, как бы, TVM в каком-то смысле. Ну, не то, что прям совсем внутри, но нужно довольно много нескоруних подробностей знать, вот. Не то, чтобы это сильно сложно прям выучить, но нет прям прям суперхорошей документации, вот. Есть какая-то, есть даже курсы на YouTube, ну, по крайней мере, язычные есть, вот. Вроде бы достаточно неплохие. Все равно на нем достаточно сложно программировать, потому что весь этот, там, парсинг этих ячеек, вот это все, сериализация ячеек, там, куча каких-то нюансов, вот. Он не очень дружелюбный к людям, то есть, там, ты должен как-то формат входящих сообщений, бинарный этот распарсить, да, и так далее. То есть, ты не можешь, например, как, скажем, если кто-то знаком с программированием на Solidity, сказать, что вот у меня есть, там, не знаю, какая-нибудь такая переменная, да, и туда что-то взять, просто оттуда прочитать или записать. Нет, туда нужно достучаться и как-то, да, и так далее. То есть, есть свои нюансы, и на модель тона, которая связана с вот обменом сообщений, она ложится синтаксически не очень приятно, на самом деле, вот. То есть, у тебя такой есть ив, где ты смотришь, а что тебе за сообщение пришло, да, и диспатч делаешь, в зависимости от этого, там, вот. Поэтому, я думаю, что, в том числе, поэтому, вот Стив Коршаков, изначальный автор того дизайна, да, и, собственно, реализации прототипа, вот, он предложил более удобные вещи, что давайте, там, не знаю, напишем набор ресиверов, которые уже сам компилятор тебе объединит. То есть, это в каком-то смысле, я думаю, что, может быть, задумывалось, ну, здесь я могу только гадать, на самом деле, спекулировать, вот. Как такой синтаксический сахар на основе фан-си. Вот. Ну, и, на самом деле, сейчас, на данный момент, это компилирует, ну, собственно, такт компилируется в фан-си, или, на самом деле, лучше сказать, транспилируется в каком-то смысле, потому что, да, такт, конечно, более высокоуровневый, но при этом он, ну, компилируется в язык, который не такой уж прям низкоуровневый. То есть, я бы сказал, что фан-си такого среднего какого-то уровня, да, интермидиат такой, левел, вот, среднего уровня язык, он не ассемблер, конечно, вот, но еще не такой, например, как такт. А почему просто не транслируется, не транспилируется напрямую? Почему не транслируется, допустим, FIF, да, тоже, FIF-TASM, так называемый, вот. Потому что транспилирует писать легче и прототипировать гораздо легче, вот, то есть транспилирует всегда легче написать, вот, и ты можешь там рассчитывать, например, если ты транспилируешь в язык, для которого есть оптимизирующий компилятор, ты можешь рассчитывать на оптимизации там, например, самых нереализованных, потому что на оптимизации писать это, ну, оптимизатор это самая сложная часть, мы даже сегодня про это говорили, там большинство багов как раз-таки будет. Вот, поэтому, да, если писать прототип, то проще делать транспилиратор, как правило. Вот, и, собственно, да, то есть так предлагают набор каких-то улучшений над FANSI, вот. В принципе, есть у этого и цена, то есть, например, там есть, так называемая, преамбула, постамбула, то есть какая-то такая обвеска, да, вокруг вот этого всего. Она может потреблять, так сказать, больше газа, да, наверное, люди уже, которые посмотрели выпуск с... Но мы сегодня еще повторим эту теорию, так что ты пока рассказывай, а потом еще спрошу. Да, хорошо. В общем, это может потреблять действительно больше ресурсов, может быть, больше коды, может быть, контракты просят больше газа. Вот, это, на самом деле, проблема решаемая, вот, возможно, она будет решаться тем, что будет создан компиляторный бэкэнд, который уже как раз-таки в низкоуровневое представление компилирует, а не транспилирует, вот. Но это дело такое какого-то будущего, ближайшего или среднесрочного, не знаю. Вот, посмотрим на самом деле. Потому что, ну, частично можно это решать за счет того, чтобы улучшать компилятор FANSI, можно, наоборот, от этого отвязаться, да, то есть техническое решение, которое пока как бы в камне не высечено. А кто FANSI поддерживает? FANSI с тоном как-то связан вообще напрямую? Да, FANSI, он даже как часть кода базы самого блокчейна. То есть это прямо вот монорепа, в которой есть все, в том числе FANSI. Вот, FANSI, по сути, поддерживает Core Команда. Ну, и ты же тоже, получается, Core Команда. Нет, не совсем. А можно структурно немножко разложить. Да, я работаю в Tone Foundation, вот, я возглавляю команду, которая занимается тактом, разработкой. Core Команда, она отдельно работает, как бы, вот. То есть я не знаю, сколько это будет интересно, как бы, бюрократически. Ну, надо это разобраться просто. Ну, да, грубо говоря, есть, как бы, отдельная структура, которая работает отдельно от нас. И, ну, Core Команда, она, конечно, скажем так, определяющая во многих вещах. Вот, мы там с ними периодически симкаемся, но, тем не менее, допустим, чтобы так был рекомендован продакшен официально Tone, они должны это опробовать, например. То есть тут есть, да, некоторые такие взаимосвязнения. То есть есть Core Команда именно Tone, и есть команда Tone Foundation, к которой ты относишься? Ну, условно, да. Я конкретно говорю про тактику, про команду тактика, да. То есть это, как бы, отдельные сущности, вот. Понятно, что нам нужно как-то друг с другом коммуницировать, вот, решать какие-то вещи. Но, тем не менее, мы, в целом, относительно независимо развиваем сейчас языки. И для меня достаточно, что мы транспилируемся в фан-си, вот. И на самом деле, вот все эти низкорунивые вещи я пока даже особо сильно не ковырял. Я сейчас затачиваюсь на тулинге вокруг языка. Потому что, вот, да, дать более высокорунивый язык, возможно, с какими-то пока проблемами для того, чтобы, там, делать суперпроизводительные контракты, которые употребляют очень мало газа. Вот, мы сейчас затачиваемся на том, чтобы анбордить людей, анбордить разработчиков к нам и организационно, там, в виде хакатонов, например, каких-то воркшопов в рамках каких-то хакатонов, например, так и чтобы дать людям тулинг, которым просто пользоваться. И сейчас, грубо говоря, мы, ну, как команда, да, я, например, рекомендую так использовать для прототипирования. То есть ты хочешь быстро, там, не знаю, построить свою дабку, да, распределенное приложение, не знаю, меня по Телеграме, например, да, у которого будет этот блокчейн-компонента. Вот, то самое простое, что можно сделать, это взять такт, его проще учить. Я надеюсь, что вот мы сейчас очень хорошо, много работаем над документацией. Мы улучшим документацию, так что будет даже понятно более, как работать в принципе с блокчейном на нашем языке. Вот, и это вот, да, для нас анбординг, хорошая документация, хороший тулинг. Мы сейчас пытаемся развивать онлайн, например, какие-то плагины, например. И плюс еще некий тулинг сверху, в частности, это... У нас два проекта есть одобренных. Это статические анализаторы. Один из них статический анализатор на основе так называемого символического исполнения. Вот, про это тоже можно, в принципе, я не знаю, если захочешь сделать выпуск про формальные методы всякие, вот можно там про него, например, поговорить. Вот тоже отдельная большая тема. А статический анализатор, это прям не базовая комплектация любого языка программирования? Ну, базовый есть, ну, там, тайп-чекинг можно тоже считать формой статического анализа. Вот, это, как правило, да, базовая, там, для статически типизированных языков, это действительно какая-то база. Вот, иногда бывают какие-то ленты, но в целом хорошие, прям серьезные анализаторы, это отдельные проекты, которые как бы сверху на языке. Для компилятора это, ну, компилятору тоже нужны статические анализаторы, чтобы, например, оптимизации делать. А в целом, как бы, там немножко другой фокус, да, то есть там фокус не на ювер-экспириенс, да, там не на UX, да, или программер-экспириенс, да, там немножко на другой фокус. Вот, а мы пытаемся сделать фокус на программисте. Ну, то есть сделать более доступным по разработку смарт-контрактов в Тоне. Да, да. То есть ты пришел, ты еще ничего не знаешь про Тон, у него есть особенности. Если ты пришел, например, с Эфириума, да, там, с Солидити, там есть масса особенностей, которые нужно учитывать, и мы пытаемся сделать так, чтобы какие-то основные проблемы, с которыми люди сталкивались, не были либо задокументированы, либо были автоматически за них решены. Правильно ли я понимаю, что для разработчика, ну, основной, наверное, давай так, основной минус работы с тактом на фоне фан-си, это то, что будет чуть больше ресурсов тратиться в виде газа на твоих смарт-контрактах, и в принципе все. В настоящий момент да, в настоящий момент да. Тут вопрос в том, на фан-си можешь ли ты реализовать на такте сейчас, на данный момент все, что можно реализовать на фан-си? Нет, нет, сейчас нет. Мы над этим работаем. Я видел просто коммиты, там коммиты прям такие базовые, типа операторы перегрузки появляются, еще что-то из последних коммитов. То есть язык развивается? Язык, да, развивается. У нас там действительно есть некое отставание в некоторых областях по фичам, но язык, да, язык развивается. Естественно, нас в каком-то смысле даже фан-си может ограничивать, потому что если фан-си что-то не поддерживает, нам может быть сложно это сделать или невозможно. Соответственно, для нас вот некоторые вещи, да, то есть ты думаешь, окей, если я хочу вот эту фичу себе в язык, она не поддерживается. Да, мне нужно пойти и поменять там. Это вот один из недостатков работы с транспилятором. Да, мы над этим работаем, но один из приоритетов для нас это, чтобы люди могли доверять компилятору, что мы, если мы как бы отрежем, сейчас будем считать, что фан-си корректен, вот, он особо не оптимизирует много на самом деле, и поэтому он почти, да, корректен, там иногда находится что-то, но очень мало, довольно стабильный язык в этом плане. Вот. У нас есть какое-то количество багов, в том числе мы, кстати, начали пилить фазер компиляторный, вот, используя уже предыдущий опыт. Написали 600 строк на TypeScript, да, кстати, так на TypeScript прототип был. Это отдельная тема. Да. Компилятор на TypeScript, вау. И фазер тоже на TypeScript, соответственно. Он должен быть довольно производительным, он должен много деревьев синтаксически генерировать в секунду, чтобы, в общем-то, иметь шанс что-то найти. Ну, вот мы написали 600 строк, коллегам в основном этим нанимается сейчас, наш сотрудник в команде. И 600 строк TypeScript этого фазера позволили найти сразу же там 4 или 6 багов, сейчас не помню. Развитие продолжается. Окей. Смотри, давай, прежде чем погрузиться в детали обвеса, так-то? Можешь рассказать? Да, да, да. Ба, ба, ба. Короче, тут важно что сказать. Аудитория, которая нас смотрит, это разработчики классические в основном. Классические, я имею в виду, это популярные языки программирования и корпоративный софт. ООПшечка, Джава, Дотнеты, Пайтоны, и вот еще вот это вот веб, да? И поэтому ты просто сказал, что вот если переходя из Solidity в такт, вот там мы делаем всяческие сахара. А нам надо объяснить людям, которые даже Solidity не видели, что тут не так все страшно. Потому что человек, который не сталкивался с блокчейном, с смарт-контрактами, он думает, что это сверхсложно и что это вообще какая-то абсолютно другая парадигма и космос. Поэтому можешь сейчас рассказать как-то со своей точки зрения, чем отличается программирование смарт-контрактов от классической разработки доступного ПО и ПО для всяческих вебов? На самом деле все сильно зависит от архитектуры блокчейна. Ну, на примере там Тона, наверное. Ладно, давай с архитектурой блокчейна. Что зависит от архитектуры блокчейна? Блокчейн-то сообщение туда-сюда кибается, нет? Например, да. Ну, там блокчейн, да, это понятно, что... И мутабельная структура, да, ну, и вот это там... И мутабельная структура. Дереви Меркл и прочее, да. Ну, да, там, не знаю, простейший вариант а-ля там эфириум, например, это там как реализовать, скажем, какой-то токен, ну, грубо говоря, свою валюту, да, как сделать. Вот, это контракт, у которого гигантская хешмапа, ну, потенциально, да, если у тебя там миллиард пользователей, да, то условно там каждая строчка, каждое вхождение, да, в этой хешмапе, значит, каждый ключ, это, соответственно, там адрес, да, пользователя, ну, и, соответственно, значение, сколько у него токенов на счету. Ну, и понятно, что там есть какие-то плюс-минус еще какие-то структуры данных, но вот основа это такая хешмапа. Вот, например, в эфириуме ты за то, чтобы эту хешмапу растить, будешь платить, так сказать, ну, так называемый газ, да, тратить, и, соответственно, тратить нативную валюту эфириума на это. Вот, и как только у тебя есть запись в этой хешмапе, она там остается, условно говоря, навечно. Вот, соответственно, люди, которые поддерживают ноды, должны за нее платить всегда, потому что им нужно хранить ее. А удалить ее невозможно, накатив новую версию, например, контракта? Ну, вообще так не должно быть, то есть если ты, я могу взять и стереть твой баланс, это плохо. Да, логично, это противоречит вообще парадигме. Собственно, это вот одна из проблем, да, что люди платят бесконечно, да, плюс там добавление в хешмапу на самом деле может расти. Чем больше ты элементов добавляешь, тем может дороже становиться добавление последующих. Вот, и там довольно много проблем здесь возникает, в том числе там и с параллельной обработкой, например, вот здесь. В Тоне такого рода вещи, с одной стороны, не решаются, да, там шардированная архитектура, то есть можно параллельно много чего обрабатывать, но с другой стороны там вводится, например, оплата за хранение данных. То есть твой смарт-контракт, можно считать, что это некий инстанс-объекта из ООП, например, вот, и ты об него бьешься сообщениями, ну, как будто бы ты вызываешь методы у него, он там меняет стейт какой-то, и, возможно, еще говорит, окей, я теперь еще позову вот этот контракт, и вот этот, и вот этот, то есть у него как бы исходящие сообщения, которые там должны тоже распространиться, ну, вот эти вот, это такая акторная модель, можно сказать, или это похоже на Scyl, о чем я работал пару работ назад, там называется модель автоматы ввода-вывода, I.O. там это, вот. Ну, смотри, акторная модель, и там, если представить, как это могло быть представлено в каком-нибудь Java, это все работает мгновенно условно, ну, там, считанные такты процессора, а тут это сильно же дольше, да, обмен сообщениями происходит. Теоретически, да, но, честно говоря, я не заглядал в то, как это реализовано конкретно вот в ноде, я в основном сритачиваюсь на том, чтобы работать именно с языками, с реализацией, вот, но, да, это, видимо, не будет там мгновенно, на самом деле, вот, но у тебя есть какой-то там блок, да, который ты должен собрать, например, вот это все, вот, но это накладывает определенные ограничения. Там, в любом случае, идея такая, что ты не должен хранить данные бесконечно за бесплатно, это экономически как бы неоправданно совершенно. Вот, в тоне ты платишь, например, за хранение данных. То есть, если у тебя растет мапа, твой контракт вплатит все больше и больше. То есть, пока вот он лежит там себе, и при следующем запросе у него снимается за хранение, как бы, да, то есть пропорционально объему данных и пропорционально времени, которое прошло. Вот, соответственно, ты должен немножко по-другому программировать, ну, плюс ты еще должен учитывать шардирование, да, там, ты должен стараться делать так, чтобы у тебя были некоторые транзакции параллельные, да, то что они... Как бы в программе обычной, если ты делаешь какой-то сильно замудренный алгоритм, то он тебе потребляет больше тактов процессора, соответственно, там, больше ресурсов живет, и если он там у тебя какой-нибудь лямбдой лежит в функции какой-нибудь в облачном сервисе, то ты будешь за это больше платить, потому что больше процессорного времени кушаешь. Тут, получается, ты кушаешь больше памяти, не памяти, а пространства. Да, чем больше пространства, тем больше ты платишь, что это вот газа, эквивалент какой-то вычислительный, можно сказать. Ну, ты платишь ренту, так называемую, да, здесь. И еще ты платишь за то, чтобы вычислять. И за вычисление тоже. Если твоя программа там, не знаю, крутится в цикле, что-то там делай миллиарды раз, то ты заплатишь больше, чем программа, которая там два числа складывает и до свидания. То есть мы платим и за вычисление, и за хранение. Да. Хорошо. И это не конские какие-то деньги? Нет, нет, абсолютно не конские. И при этом, что пугает разработчиков, я у друзей спрашивал, их пугает тема того, что твой код однажды залетел в блокчейн, он как бы иммутабелен. В тоне нет. Расскажи, как это работает. Потому что люди думают, что реально, ты запушил, там баг, и все. Если там баг, тебе надо... Ну, что делать? Все. В других блокчейнах, на самом деле, он тоже не является иммутабельным. Он на самом деле иммутабельный, просто люди для этого используют паттерны, типа прокси, например. Когда ты хранишь код и данные в разных сущностях, в разных контрактах так называемых. Как бы два разных объекта. И код можно изменить, а данные при этом будут неизменны. Да, а данные останутся. То есть у тебя как бы банковское твое приложение, можно ему код проапдейтить условно. Это тоже такое, типа... А хешмап останется. А пользователи все узнают, что код проапдейтен? Это хороший вопрос на самом деле, да. Потому что смотри, пользователь, который решил пользоваться твоей дабкой, например, ну, понятно, что это не так на практике, но, например, он решил посмотреть код. Вот, посмотрел, да, код мне нравится, я согласен с этим контрактом и буду вписываться в это, да. Вот, собственно, а если можно поменять контракт, то как бы, а на что я подписался тогда, да, в чем вот эта децентрализация, да, и вот это все соглашение? Это пытаются преодолеть, использовать так называемые таймлоки. То есть, грубо говоря, код меняется не мгновенно, а как бы у тебя появляется запрос на изменение кода, человек теоретически должен это как-то увидеть, посмотреть на проапдейтеный код, сказать, окей, да, я согласен, и все, оставляем. И через какое-то время, там, условно, месяц или день, или там сколько. То есть, когда много аппруверов появится, этот код типа... Там даже аппрув не по людям, а по времени. По времени. Да, то есть тебе дают шанс сказать, окей, я не согласен с этим кодом, я как бы забираю свое, и все, иду куда-то еще, вот. Наверное, с аппруверами тоже так же можно сделать, в принципе. Это тоже хорошая идея. Это вот как раз то скриптование, про которое мы говорили. То есть, как хочешь, так реализуй вот такие такого рода вещи, да. Есть там, не знаю, методы, типа формальных методов, как проверить, что код правильный. Вот, с другой стороны, пока ты там, не знаю, только дизайнишь систему, например, или там видишь какие-то новые фичи, которые можно добавить, а код уже замер, вот, застыл и все. Но вот хочется иметь возможность все-таки действительно код обновлять. Поэтому люди на практике все равно обновляют код. И в Тоне сказали, ну, зачем, как бы, делать лишнее телодвижение, у нас код можно оправдать. То есть ты можешь, как бы, код, ячейку с кодом, там в Тоне все сделано, условно говоря, на ячейках, некая структура данных, такое квадрупельное дерево, скажем так, да. Квадрупельное дерево. Квадрупель, да, как пиво, да. Ну, там ячейка, это, типа, там, максимум 1023 бита данных и 4 ссылки еще, то есть, как бы, ну, возможно квадрупельное, максимум, то есть не обязательно все должно быть заполнено. Вот. И, да, ты можешь собрать ячейку с новым кодом, сказать, окей, все, заменяем теперь старый контракт на этот. И тут тоже должно быть пройти время, пользователи могут... Ну, это будет зависеть от логики контракта. То есть это все программируется. И замена, все это программируется. То есть как это конкретно будет происходить, весь этот workflow, замена кода, это все... Не, понятно, я просто пытаюсь понять, опять-таки, с точки зрения пользователя ТОНа, который пользуется этим контрактом, как он обезопасен здесь, если мой контракт, его контракт изменился, который он использует. Это вот хороший вопрос. Здесь по-хорошему должно быть какое-то уведомление, видимо, приходить. Как это реализовано, на практике я уже не подскажу, потому что вот эта вот веб-часть немножко от меня далека. Ну, по идее, значит, должно как это реализовано быть, напишите в комментариях, на такие ТОНа. Наверняка после предыдущего выпуска с Вова и Эльфманом у нас таки есть. То есть мы работаем с иммутабельным кодом в ТОНе, который работает с данными, которые хранятся где-то отдельно, и мы платим и за выполнение кода, и за хранение данных. С точки зрения программирования более-менее понятно. Совсем непонятно было, знаешь, откуда тут появляется параллелизм классический вот в программировании. Тут же вроде как нет никакой работы с, не знаю, с каким-то дедлоками, еще с чем-то, ты же про это не задумываешься, оно где-то там, нет, нет, я сейчас закапываюсь. Ну, у тебя, получается, есть контракт. То есть ты можешь ускорять код, делай его параллельным. У него, к нему приходит, даже, ты делаешь, что ты даже не сам, это делает блокчейн за тебя. Единственное, что ты должен правильно писать код для этого немножко. Ну, то есть это похоже, да, в параллельном программировании тоже приходится правильно писать код. Вот, но, тем не менее, здесь получается, если ты как бы шардируешь изначально вот свою систему, грубо говоря, это сводится к тому, что ты должен практически на каждый чих создавать новый контракт. Вот, как, например, работают так называемые жетоны, да, или там токены, кастомные, скажем так, да, токены в тоне. Как, в принципе, весь он там. Он весь построен, на самом деле, на контрактах, то есть у тебя нет каких-то сущностей типа юзеры, да, и сущностей типа смарт-контракта. У тебя все смарт-контракт. И юзер, на самом деле, тоже смарт-контракт. Вот. Ты, значит, у тебя есть некий мастер-контракт, вот этого жетона, да, и для того, чтобы он не создает себе одну большую хешмапу, потому что, например, у тебя есть ограничения на количество данных, которые ты можешь хранить. Ты не можешь там гигабайт сохранить, например, условно. Я сейчас уже не помню точное значение, но там это порядка десятков килобайт, вот как-то так, в этих пределах. Ты, значит, когда ты делаешь этот контракт, тебе нужно делать как бы условно мап, концептуально должна быть некая мапа, отображение, лучше другое слово, отображение. Отображение адресов пользователей на их, сколько у них денег, да. Вот, собственно, ты для каждого пользователя просто создаешь новый смарт-контракт, в котором вот это уже записано, информация, и все, там нет гигантской мапы. Это, по сути, ты блокчейн используешь как мапу, он под это уже оптимизирован, и все вот эти вот вещи, они могут, если блокчейн видит, что эти транзакции можно параллельно обработать, он обработает их параллельно, а тебе в коде не нужно этого делать. Тебе нужно просто создать разные сущности, чтобы блокчейн дальше уже сам с этим работал. Вот, прикольно. Можно ли рассматривать то, что к тебе прилетает, там, например, на смарт-контракт куча запросов, сравнить отдаленность с тем, как тебе на бэкэнд прилетает с фронтендового приложения куча реквестов, и ты там по трэдпулу их распределяешь. Ну, точнее, не ты распределяешь, чем занимается твой веб-сервер. Если говорить про реквесты, это похоже на входящие сообщения в терминах, да. Вот здесь ты, в принципе, тебе все равно. То есть тебе пришло одно сообщение, ты его обработал, как оно там уже будет конкретно упорядочено, да, на входе тебе, это уже отдельный вопрос. Я, кстати, не знаю, может, я зря натягиваю сауна в лобус, может, в принципе, не нужно параллели такие проводить, а просто придите, посмотрите, как оно устроено, и оно устроено слегка по-своему. Но пока звучит складно. Звучит складно. Давайте теперь к такту. По поводу того, как язык появился, мы поговорили. Расскажи, пойдем с самых верхов, расскажи, что можно на такте, в принципе, на том, наверное, чейне делать, какого рода приложение, что программист может там запрограммировать. Слушай, это хороший вопрос. На самом деле, я как разработчик компиляторов, да, я понимаю, что ты с тактом сам мало работаешь, то есть я реально иногда могу забыть синтаксис языка, который я как бы электро пишу компилятор, потому что ты работаешь не с синтаксисом непосредственно, как программист, да, в редакторе, ты работаешь обычно на уровне синтаксического дерева, вот, поэтому, как оно выглядит, ты знаешь лучше, чем как выглядит синтаксис. Я иногда реально подсматриваю, там, когда мне нужно, не знаю, тест. Буквально высоко уровня, все равно ты больше про так знаешь, чем я, больше про его использование. Это ж не только жетон, не только криптовалюту ты на этом делаешь. Ты на этом можешь делать какие-то другие, приложения. Да, принципиально ты можешь делать, не знаю, там, ну, классические применения этих вещей, это какие-нибудь там децентрализованные обменники, индексы так называемые, да, когда ты можешь там одни токены менять на другие. В принципе, это любая форма скриптования финансов, как бы, да, ты можешь писать условно, я для себя называю, например, ослабленные формы владения, там, не знаю, ты можешь, не знаю, хочешь, напиши себе копилку, контракт копилки, которая тебе не даст забирать деньги из него там до определенного, да, до наступления определенного состояния. Не знаю, хочешь, я на Хакатоне, кстати, буду, наверное, рассказывать, у меня будет воркшоп там, и буду рассказывать про то, как написать контракт типа краудфандинг, ну, компании типа Kickstarter, да, идея такая, у тебя есть, значит, один некий фаундер, да, грубо говоря, вот, или владелец, да, контракта, и у него есть некое предложение, ну, понятно, что это оффлайн, или оффчейн, лучше сказать, да, вот, это оффчейн происходит, он выставляет смарт-контракт, в котором будет прописано, значит, скажем, такой-то требуется собрать лимит, то есть не меньше строки-то, там, не знаю, тонн, например, и до такого-то срока, к примеру, и процесс как бы запускается, люди могут донатить, или там, бэкеры, да, их часто называют, вот, и дальше, соответственно, если наступил этот момент, когда все, как бы, компания закончена, и, соответственно, лимит достигнут, оффчейн получает право забрать себе эти деньги, опять-таки, на блокчейне нельзя проконтролировать, потратить ли он их правильно, вот, но, тем не менее, по крайней мере, вот эта логика будет прописана, и все ее могут увидеть, как это работает. И если цель не достигнута, там, например, в нужный срок не собралась нужная сумма, то все бэкеры имеют право себе забрать. Будет правильно, если я скажу, что работа с тактом, с фан-си, в принципе, там, с любыми языками на тоне, это, в принципе, про работу с тоном, то есть с деньгами в этой сети. Это не обязательно должен быть нативный токен. Не обязательно нативный. Да, ты можешь создать свой токен. Свой токен в рамках блокчейна, да. Но это всегда работа с какими-то токенами. Как правило, да. Можно ли прийти на такте, написать какую-нибудь, не знаю, почему я спрашиваю, давай сначала поясню. Программисты часто любят сделать pet project, просто потому что по кайфу, просто потому что потрогать язык. И вот что делают программисты обычно в pet project? Ну, если совсем не знают языка, они пишут Hello World. Если что-то знают, могут там какую-нибудь игру написать, какой-нибудь сайтик заперить. А здесь же, насколько я понимаю, твой pet project всегда будет связан с каким-то токеном. Или нет? Или ты можешь написать Hello World какой-то? Контракт, который тебе просто будет выдавать в ответ Hello World слово. Ну вот как раз для меня Hello World это что-то типа Kickstarter. то есть это всегда будет связано... Финансовая операция. Да, что-то типа с финансами связано. Это могут быть какие-то, не знаю, там SBT, не знаю, так называемые, да, то есть токен, который показывает, не знаю, твои достижения или еще что-то такое. Вот, то есть... Даже это не с финансами, это с экономикой больше связано, наверное. Как правило, да. То есть токен обязательно про деньги. Это может быть... Ну, это контракт, да, то есть у тебя есть некие правила, да, и ты договорилируешь. Вот, в принципе, это может быть все, что угодно, но, как правило, да, это что-то такое. Хорошо. И это выступает... Все эти контракты выступают своего рода бэкэндом, получается. То есть даже пиши... Когда ты делаешь систему типа Kickstarter, ты на контрактах делаешь бэкэнд, а фронт-энд ты все равно там уже пишешь, на чем хочешь, который будет эти контракты дергать. Да, да, тебе обязательно нужен какой-то вот слой, который будет взаимодействовать с блокчейном. Да, юзера же не будут тебе в контракт напрямую писать сообщение, отправляясь. в сеть, не в контракты, в сеть. Да, да, кстати. И плюс еще, смотри, контракты, они и потребляют газ, да, когда работают. Ты должен оплачивать вычислительные ресурсы. Ну, это как, не знаю, там люди в 60-е годы, да, вот эти, когда мейнфреймы были какие-то, там оплачивалось время. Прям реально долларами там, да, США. Да, ну и сейчас оплачивается. Сейчас все вот эти вот функции, запускающиеся в серверах, ты же за время выполнения функций платишь. Ну, мы потом как бы пришли к тому, что это не оплачивается вот так, да, а потом все-таки назад к этому вернулись в итоге. Вот, как ты говоришь. Здесь это тоже, да, то есть ты за это должен платить, за потребление ресурсов. Вот, поэтому в контрактах есть смысл минимизировать, да, это потребление. Значит, вместо того, чтобы, например, обрабатывать какие-то, не знаю, там, текстовые данные, входные, тебе лучше в бинарном формате, это в очень сжатом виде, все это обработать. Чем меньше данных на входе, да, например, тем обычно проще это разобрать будет. Вот, поэтому у тебя, как правило, есть некий фронт-энд, пользователь как-то взаимодействует с ним в привычном каком-то виде, да, а потом все это как-то упаковывается очень компактненько, плотненько, да, и уже попадается на вход. То есть, не знаю, ты, может, выбираешь какие-то текстовые, там, не знаю, команды, к примеру, да, где-то, но в итоге у тебя там придет единичка, двоечка, троечка условно. Слушай, а если мы платим газ за вычисления из-за хранения данных, это же легко можно задодосить, ну, типа, взял с фронтенда и начал посылать миллионы запросов, и все. Вот ты должен заплатить за каждый запрос. А, ты как пользователь платишь. Ну, фактически, да, ты должен подключить кошелек свой, например, ну, либо кто-то за что-то платит обязательно. То есть за работу контракта платит не создатель контракта, а тот, кто его использует. Создатель платит условно за размещение данных. Может быть такая ситуация. Владелец, не создатель, владелец. Может быть ситуация, когда платит, например, пользователь за транзакцию, может быть ситуация, когда сам контракт со своего баланса. А, то есть это программируется. Да, у контракта должен быть всегда некий баланс, потому что он должен платить за свое хранилище, да. Он может, да, платить как бы за пользователя, но кто-то должен пополнить этот контракт. Вот, все. Хорошо. То есть кто-то все равно должен заплатить. Давай теперь к такту. Собственно, что это за язык? Ты уже вкратце рассказал, что это, что получается, транспилятор в фанкси, расскажи, как он устроен, что входит в компилятор этого языка, какие там оптимизаторы. Я, кстати, не знаю, можно ли назвать в данном случае компилятор-оптимизатор как фронт-энд, потому что это не виртуальная машина, на которой выполняется байт-код. Это все-таки предподготовленный код, который дальше выполняется уже в виртуальной машине. У него тоже можно выделить вот у такта реализации как бы фронт-энд, парсер языка. Давайте, да, вот расскажи, из чего он состоит. Фронт-энд, бэк-энд, такта. Да, такт это более высокоронимый язык, чем фанкси. Он, его синтаксис, скажем так, он более приспособлен под то, чтобы показать пользователю, как структурируются контракты. При этом это не подможество синтаксиса фанкси. Это свой синтаксис. Это свой синтаксис. Ну, понятно, что там у тебя есть какие-то общие вещи, там, не знаю, арифметические выражения, некоторые похожие. Вот. Да, там есть нюанс. У тона там арифметика, например, немножко по-другому обычно работает. Во-первых, там нет, кстати, числа с плавающей запятой. Вот. Там целые числа, все, и там своеобразная стандартная операция деления. А нету плавающих, потому что с округлением можно просесть. Да, чтобы люди в финансах не использовали вот это. То есть тебе нужна какая-то такая арифметика с запятой, ну, используй арифметику с фиксированной запятой, скажем так, которую можно эмулировать обычной. Вот. Собственно, да, у тебя есть парсер. Мы используем парсер-генератор. Он JS называется. Вот. Он, как бы, он довольно неплохой. Еще раз, да, то есть как бы такт, он находится сейчас в состоянии, как бы, такого прототипа. Да, тут надо сказать, что такт, в принципе, я себе выписался. Извини, сразу скажу, что он 17 февраля 23-го года получил свой первый коммит в GTA, и первая версия вышла 9 марта 23-го года. То есть это язык очень свежий. Да, язык очень свежий. И, да, в нем есть какие-то проблемы определенные, которые нужно решить. Но вот, в частности, парсер-генераторы, это когда ты в каком-то декларативном виде формулируешь грамматику, и некий вот этот генератор тебе в итоге выплевывает исполнительный код, который умеет парсить и давать тебе уже дерево, да. Вот там, MGS дает тебе дерево конкретного синдексиса, которое ты уже перерабатываешь в дерево абстрактного синдексиса, вот, где уже нет там очень многих вещей, да, которые, грубо говоря, мешают, там, тайпчейкингу, да, ну, там, какая мне разница, где у меня там скобочка какая-то, мне нужно другое представление для всего этого. У тебя, да, у тебя есть парсер-генератор, у парсер-генераторов есть типичная болячка, они не очень хорошо сообщения об ошибках выдают, то есть во всех промышленных компиляторах практически в них, во всех парсер написан вручную, потому что обработка ошибок самая важная часть, по сути, особенно для новых пользователей. Вот, мы пока здесь ничего с этим не делаем. То есть не захотели писать свой парсер? В прототипах ты никогда не хочешь писать свой парсер. В прототипах, ну, блин, так-то уже это стабильный релиз есть у так-то? Есть стабильный релиз, да, но, тем не менее, я бы сказал, что он еще на этапе прототипирования вот по зрелости как бы кодовой базы. Там и так как бы хватает проблем, которые решить, да, поэтому тебе парсинг считается неинтересным занятием обычно. Вот, и, ну, честно говоря, мне он тоже неинтересен особо. Слушай, а Bison, YAC, это из темы парсинга? Это все, вот это парсинг-генераторы, да. окей. Я думаю, всплыло в голове. Это оно, да, ты знаешь. Вот, это штука, да, которая тебе там, ну, в нашем случае, код на JavaScript, выдаст, который умеет это все парсить. Вот, да, пишется это, кстати, да, на TypeScript, мы, по-моему, уже упоминали. Вот, TypeScript не такой уж плохой язык для того, чтобы писать в нем компиляторы. Вот тут сразу большой вопрос тоже, чтобы ты понимал, про что я хочу услышать. Люди, которые слышат про компиляторы и не знают, там, как они пишутся, они почему-то думают, ну, они и я думали, думаем, что это должно быть что-то очень быстрое, а что-то очень быстрое это C, ну, или Rust. А тут TypeScript, который, ну, JavaScript, который вроде как имеет налет того, что он совсем не самый оптимальный язык для быстрых вычислений. Ну, в принципе, здесь, наверное, можно не согласиться, да, потому что столько, не знаю, миллионов, наверное, уже человек 5 часов бухана производительность джонских пышков. Да, нода уже давным-давно работает очень на приличном уровне, например. Кроме того, смарт-контракты, они же относительно небольшие программы. То есть это там, ну, грубо говоря, для системы контрактов, как правило, да, у тебя есть система, там, это сотни тысяч строк кода. А это потому, что ты там не наговнокодишь так, чтобы все легло нафиг? Да, то есть, ну, там не миллионы строк кода, и практически на любом языке, чем он более высоковый, в принципе, тем лучше. То есть, ну, если бы я начинал делать прототип, я бы написал его, там, на моем любимом языке, это Акамбль. У меня сразу к тебе вопрос, почему не на Акамбле? Учитывая, что в TypeScript тоже много кто скажет, просто можно повеситься с системой типов. Да, это правда. Там система типов очень своеобразная, если как будто не пытаются с ней бороться, то она, с ней можно жить. там же основной претензий, насколько я помню, в том, что система типов TypeScript, она может ошибки выдавать, Type Error выдавать. Unsound, да. Unsound. А Акамбль это все саунд, все отлично, все мачится. Ну, не только Акамбль. Ну, я просто с тем типов сейчас использую, как бы, саунд, Unsound, это, мне кажется, академический интерес по большей части. Я это уважаю очень, но на практике, ну, как бы, работает, а ладно. То есть, на практике граблей, это не приносит то, что Unsound система типов? Я думаю, что нет. Ну, то есть, я бы хотел посмотреть на конкретный пример, который случайно вот так возник, потому что у тебя Unsound система типов. Строгая и сильная типизация. У Джавы, у Скалы, Unsound система типов, Скала 2, да, Unsound система типов, я не думаю, что... У Скалы тоже Unsound? Да, У Скалы тоже Unsound. У Скалы 2, У Скалы 3, по-моему, уже все Саунд, потому что там формально доказали, что она Unsound. То есть, как бы, если ты не пытаешься обмануть свой Type-Checker, то как бы, ну, живи вот с ним и все. А чем было продиктовано то, что вы выбрали TypeScript? Вроде ты с TypeScript-ом не... ну, до этого не работал. Тем, да, да, я с TypeScript-ом до этого действительно не работал, так что я, когда пришел на работу, вот теперь прошлого года, изучал такт, Fancy, TypeScript, NPM, очень сильно обрадовался изучать NPM. Ярно тут все обилие пакетных менеджеров, как замечательно оказалось, что люди напилили пакетных менеджеров разных. Миллионы пакетов. До этого я работал с языками, у которых либо не было, либо он был один, потому что нет столько ресурсов, в том же Акамле. Значит, почему, потому что был написан прототип на нем, там довольно много строк-кода, по-моему, я вот надеюсь, что я не посчитал сейчас сгенерированный код, по-моему, что-то типа 20 тысяч строк-кода. То есть для компилятора это не очень много, поэтому это скорее размер прототипа. Для компилятора, ну, скажем так, сотни, там до полумиллиона, может быть, где-то вот такого нормального уровня в целом, размера кода базы. Как бы зачем менять коней на переправе, да, вот поэтому, во-первых, есть уже готовый прототип, который желательно развивать, а не тратить еще время, да, на то, чтобы все это переписывать, во-вторых, хотелось contribution от сообщества, и до сих пор хочется, и люди приходят и contribute. Вот, соответственно, ну, просто JavaScript, я думаю, мы бы научились, конечно. есть у тебя скрипт, да-да-да, BuckleScript, там, не знаю, Melange, например. Melange, да. Ну, это ладно, то есть, я к чему, у вас сейчас, в принципе, проблем с того, что это на TypeScript все написано, нет с этим? Нет. И планов там менять на что-то другое в ближайшее время не предвидится? Нет, не предвидится, мы хотим, да, у нас там генераторов раперов, то есть помимо того, что ты компилируешь этот контракт, ты еще генерируешь его некоторую модель на TypeScript, те, которые можно будет потом потестировать, скажем так. Вот, и это как бы стандарт де-факто, я бы сказал, наверное, в экосистеме Тона, вот TypeScript, в принципе, глубоко укоренился, и как бы создавать вот эти лишние нестыковки, да, интерфейсов мне особо хотелось, это раз, плюс, как я уже сказал, хотелось бы контрибьюшенов от комьюнити, вот, и какие-нибудь более маргинальные языки, там, а-ля Haskell, Акамбел, например, которые, да, разработчики компиляции, многие любят, вот, я тоже люблю делать компиляторы на Камбле, например, но, это, языки очень нишевые, и контрибьюшенов, ну, не знаю, вряд ли кто-то будет прям садиться. Просто мало разработчиков, которые работают с этим языком. Так, хорошо, парсер, возвращаемся. Возвращаемся, назад, да, у нас есть парсер, парсер-генератор, вот, есть планы по улучшению ошибок, синтаксических, в том числе, как он это все выдает. А вы можете прямо в парсер законтрибьютировать, или у вас какая-то своя версия, как вы будете улучшать его систему в дачу ошибок? Вот в данном случае, скорее всего, придется переписывать вручную это все. То есть, парсер делается вручную. Какие-то все на подсор, его можно, там, типа, форкнуть, скачать, сделать. Ну, вот, я не думаю, что с генератором так получится. То есть, он генерирует тебе парсер, и вот, чтобы сделать хорошее сообщение об ошибках, на самом деле, есть системы, которые позволяют тебе улучшить, то есть, они не будут супер классные, но позволяют тебе улучшить сообщение об ошибках, если ты пользуешься парсер-генератором. Есть такая система, опять-таки на камле, Мингир называется, Мингир, вот, значит, он что делает? У него есть так называемый инкрементальный API, это когда тебе парсер, ну, парсер-генератор генерирует некий автомат. Вот. У тебя есть этот автомат генерированный, и когда ты пользуешься инкрементальным API, он тебе генерирует некий файл, там, в своем формате, где написано, что, вот, окей, в состоянии номер такой-то, ну, имен у них нет там, потому что все автоматически генерируется, вот, в состоянии номер таком-то, если мы увидели, значит, вот такой-то суффикс, ну, то есть, у тебя есть лексемы, токены, которые уже были обработаны, которые тебя завели в это состояние, а если после него вот такое идет, то напиши-ка мне сообщение об ошибке, которое нужно в этом случае делать. Вот. То есть, как бы я увидел токен, который не ожидал, что бы это значило. И вот ты садишься, стаб, да, такой вот, как шаблон, да, такой, и вот ты в каждом этом, а у меня они большие, вот, и ты в каждом месте просто дописываешься. Пытаешься дописать, но там еще бывают неоднозначности, то есть, у тебя сообщение об ошибках выглядит так, возможно, у вас случилось это, или это, или это, или это, вот, и вот это все, и при этом еще это инкрементальная API, как только ты поменял, если у тебя язык развивается еще, кто поменял грамматику, у тебя весь автомат перегенерируется, у тебя все слетают эти обозначения, значит, номера новые, естественно, там есть, как правило, штука, которая тебе, ну, в мигере есть, которая должна как бы апдейт такую сделать, типа, было это состояние, теперь оно под другим номером, оно тебе проапдейтит, все равно оно работает не идеально, вот, но это как бы лучше, чем вообще, да, ничего, вот, это работает сносно уже, так, парсер, соответственно, тебе придется писать его вручную, как бы в итоге, не париться генератором, вот, если ты хочешь прям супер классное сообщение об ошибках, вот, да, у тебя есть парсер, который генерирует абстракт, дерево конкретного синтаксиса, которое ты потом в дерево абстрактного синтакса переводишь, вот, а дальше ты должен это дерево оттепчекать, там, проверишь, что у тебя переменные в области видимости, да, в скопе, там, проверишь, что там число со строкой не сложил, ну, вот это все, да, то есть, то, что делает абстракт, там довольно простая система типов, нет полиморфизма, полиморфизм есть в FANSI, кстати, вот, то есть, кстати, все... А как общий полиморфизм может работать в контрактах? Там полиморфизм параметрический, так называемый, это не тот из объектно-ориентированного программирования ad hoc полиморфизм, вот, это параметрический полиморфизм, когда у тебя есть функция, которая что-то делает с любыми типами, ну, там, не знаю, классический пример это списки переворачивать, да, списки можно переворачивать с элементами любого типа, там, один и тот же код, поэтому списки интов, списки строк, списки еще чего-то, тебе не хочется, как раньше в GON, например, да, это genericins, параметрический полиморфизм и genericins, там, круглые одно и то же, вот, то есть, в такте его нет, но, на самом деле, насколько прям нужен предпринимательский полиморфизм, это отдельный вопрос в смарт-контрактах, ну, иногда да, наверное, особенно на действительности это списки чего-то, да, у тебя есть type-чекер, там довольно простая система типов, там, не знаю, java-like, c-like, ну, то есть, что-то такое стандартное в целом, плюс-минус, так, окей, мы type-чекали, ну, и дальше кодогенерация, да, то есть, вместо того, чтобы, извини, у меня вопросы по ходу буду вкидывать, система типов стандартная, типа, как в других языках, я так понимаю, есть и референсные типы, и типы обычной value, которые там хранятся в стеке, все это приемлемо тут тоже. А, ну, тут есть интересный момент, вот с этим, да, то есть, у тебя, как бы, все практически, ну, там есть примитивы, да, на TVM, типа, интеджеров, например, 257-битных, вот, и там, не знаю. А все остальное в куче, как action package делается? Ну, смотри, про кучу тут интересный вопрос, да? Ну, тебе же все равно все на железе выполняется, все равно там какая-то архитектура. Да, в конечном итоге, да, ну, допустим, у тебя есть, когда ты выполняешь контракт, у тебя есть ячейка, два данных, да, которые тут за хранилищество отвечают, вот, и, соответственно, ты должен по этой ячейке ходить, то есть, по этому дереву, у тебя данные твои, это дерево уже, в принципе, вот, ты по этой ячейке ходишь, вот, что-то там делаешь, вот, а сборка мусора, как бы, на себя систему уже берет, то есть, если у тебя было дерево, там, не знаю, с четырьмя под деревьями, а ты взял и три отрезал, вот эти кусочки, ты ничего про это не делаешь больше, ты просто записал новую ячейку, у тебя там счетчик ссылок посмотрел, а вот здесь больше не ссылаются, все это можно почистить, то есть, как бы, да, сборка мусора там есть, она на основе референс-каунтинга, да, все, подсчеты ссылок, вот, ты про это, как бы, не задумываешься в языке, фактически, ну, и там нет средств, чтобы с этим работать, вот, это автоматизировано полностью, и у тебя, да, у тебя есть, ну, тебе, это стековая машина, да, у тебя есть некое там пространство, например, на стеке, ты можешь там что-то сохранить, вот, ну, кажется, будто бы про утечку памяти, здесь смысла говорить нету, потому что это не настолько, как сказать, быстрое или производительное кодирование, то есть, все само по себе, там где-то в фоне соберется, и такого случая, чтобы у тебя, не знаю, ты вышел за рамки стека, оно, наверное, не случается, да, или можно, такого рода уязвимости, там скорее будут какие-то, не за рамки стека, out of memory, процессора, да, скорее ты выйдешь за рамки всяких допустимых ограничений, то, что тебе TVM дает, да, то есть, у тебя не может быть слишком большого кода контракта, например, там ты не можешь слишком много данных в одном контракте хранить, вот за вот эти рамки, то есть, это обычно там килобайты какие-то. Просто, если бы вдруг ты мог выйти за рамки, например, памяти, сделать out of memory exception, у тебя же по идее на этой машине все контракты должны были бы остановиться, потому что ты просто машину положил, ну и мало того, поскольку у тебя, ну и машина процесс, процесс, у тебя как бы все ноды должны быть синхронизированы, у тебя просто все ноды должны это сделать, все блокчейн может вообще упасть, теоретически, но на самом деле, как это конкретно CoreCommand сделала, я не знаю, поэтому, надо как бы с CoreCommand поговорить еще про виртуальную машину, как она там устроена, типа, на каждый контракт создается какой-то свой процесс, пул процессоров, типа, в принципе, весь код открыт, можно почитать, да, можно пойти почитать. Хорошо, возвращаемся, с типами разобрались более-менее. Вот, да, у тебя есть, как бы, условно, временные, да, некоторые значения, которые вот на стайке TVM, например, они потом, естественно, тоже пропадут, когда закончится выполнение твоей, ну вот, обработки твоего сообщения. Вот. Да, ты оттеп-чекал, у тебя все окей, например, и дальше у тебя кодогенерация, это, собственно, в данном случае, это генерация именно Fancy кода. Вот. Fancy код мы сгенерировали, ну а дальше, если ты хочешь что-то еще сделать, то ты должен сгенерировать уже, ну там, компилятор, ты драйвер от этого всего, он вызовет компилятора Fancy, скомпилирует это все в Fifth Asm, так называемый, уже в низковом уровне представления, потом там упакуют в эти, в так называемые боки, это bag of cells, эти мешки из ячеек, так называемые, вот. Ну и дальше ты уже можешь, в принципе, это все задеплоить, там, например, в тестовую сеть, к примеру, вот. И, да, помимо того, чтобы генерировать вот это, то есть низковое уровне представления, тебе еще генерируется TypeScript-овая модель твоего контракта. TypeScript-овая модель моего контракта. Да, потому что у нас используется вот Tone в этом плане уникальное вообще пространство, на мой взгляд, что до этого я не видел, чтобы люди так сильно работали с тестированием. В Tone прям есть вот эта культура тестирования, то есть, когда ты слушаешь курс по программированию на Tone, там тебе не только расскажут, как контракт писать, но и как его тестировать. То есть, тебе покажут, вот у нас есть фреймворк на TypeScript, тебе это Just используешь, по сути, вот, и ты, соответственно, it should deploy, да, it should do something, да, вот это все. То есть, ты все это описываешь, и у тебя есть TypeScript-овая модель, это называется в рапперы, да, вот TypeScript-овая модель твоего контракта, то есть, там ты можешь, как бы сказать, окей, задеплоить контракт с вот этим кодом, вот. То есть, это такая обертка, это какой-то этот адаптер для твоего контракта, через который ты можешь через TypeScript использовать. Да. используя который, ты можешь взаимодействовать с своим контрактом через JavaScript, TypeScript, все, что угодно. У тебя есть такой, не знаю, как назвать это, фреймворк, библиотека, наверное, лучше сказать, как sandbox, она эмулирует блокчейн, соответственно, ты можешь задеплоить свои контракты, там, создавать новые сущности, там, отправители сообщений, там, владельцы контрактов, и так далее, да, то есть, ну, грубо говоря, разные адреса, у которых могут быть, соответственно, с логикой твоего контракта разные роли. А эти вараперы используются только для тестирования, или ты их можешь использовать там для того, чтобы фронтенд подключить к контракту, то есть, типа, готовая адапт? Ну, это фактически модель, да, это должно быть использовано только в режиме эмуляции, вот, отдельно у тебя еще есть библиотека, которая позволяет тебе писать скрипты для того, чтобы, например, задеплоить на тестнент, например, и потестировать там, то есть, прям, реально на тестнете, то есть, это такая тестовая версия основного блокчейна, где там, у тебя есть, как бы, тебе не нужно условно платить за газ, то есть, там тоже газ расходуется, он пытается эмулировать, но там не надо реальных денег. Я сейчас, походу, понял, что я немножко перепутал эти вараперы, это же не то же самое, что на фронтенде написать приложение, для, например, ты курдфаундинга и платформы, которая Hello World приложение, там ты пишешь фронтенд, который просто отправляет в контракт сообщение и получает ответы, а этот варапер, он используется для локального теста, вся локальная машина запустить, там, не знаю, в браузере, может быть, даже, вот, в общем-то, и, да, это вот так люди тестируют, потому что на тестнете тестировать будет медленно, ты же должен транзакцию отправить, а блокчейн, это далеко не мгновенная вещь, она иногда бывает не с первой попытки, срабатывает, то есть, как бы, секунды могут уйти на то, чтобы там сделать какую-то одну транзакцию, например. А локально тебе не надо разворачивать какой-то мини-блокчейн, твановский, чтобы это все тестировать? Ну, обычно люди так не делают, да, то есть, все используют какой-то тестнете официально, условно. Ну, возможно, кто-то так делает, я не знаю, я как бы с этим не сталкивался, потому что я не разработчик дапов, вот, я их, из дапов, я их немножко помогал писать, помогал аудиты делать на безопасность, вот, но, вот, знаешь, самому сделать дап, нет, такого у меня опыта нет. Окей, тогда возвращаемся. Вы еще делаете, вы рапер. Да. Вы как команда, которая разрабатывает фанкси, фанкси, такт. Такт, да. Это получается все? Какой, какой еще тулинг вокруг, блин, за что мне фанкси, вокруг такта существует, который на ваших плечах лежит? Значит, есть плагин для VS кода, это та же самая нитхаб-организация, тактланг, значит, но он разрабатывается как бы немножко сторонней командой. Сейчас пока он не сильно активно разрабатывается, но у нас есть на него планы, в том числе вот там есть реализация LSP, вот, и мы хотели бы ее развивать, улучшать и переиспользовать в других редакторах, не обязательно VS код. Значит, это и там Vim, NeoVim, сейчас у нас уже есть этот плагин для Vima, например, это вот как раз разработчик, который сейчас работает в нашей команде, в команде такта, на GTAB он известен как NoVusNota, в общем-то, большой энтузиаст, вообще, тульнги для программистов и такта в частности, вот, сделал уже, ну вот, вот эту часть, да, то есть он сделал плагин для Vima, сделал плагин для 3-ситера, значит, 3-ситер это такая штука, которая позволяет генерировать парсеры, вот, соответственно, для чего она нужна, ну, во-первых, там есть интерфейс команд строки, например, он там позволяет еще запросы делать, значит, там, не знаю, есть вещи, которые позволяют, используя его, делать форматоры для кода, и самое главное, это, ну, там, а, да, можно использовать его, делать подсветку в редакторах, например, там, в Helix, в NeoVim, например, в том же, и, кроме этого, он используется в туле под названием Linguist, это тул, который использует GitHub для того, чтобы подсвечивать у себя в браузере исходники, и делать еще вот эти все, знаешь, сбоку эта штучка открывается, где там все идентификаторы разные, методы, не знаю, имена и прочее, вот это все. Можешь чуть подробнее еще рассказать про LSP? Это Language Server Protocol? Да, Language Server Protocol. Вы, как создатели языка, вы должны его имплементировать, этот протокол у себя, чтобы можно было потом в ID-ешках ваш язык нормально парсить? В принципе, это может делать кто угодно, имплементировать этот протокол. Вот у нас фактически это сделает человек, который не в нашей команде работает, но мы с ним взаимодействуем определенным образом. Что это за штука такая? Расскажи чуть подробнее. Грубо говоря, это некий сервер, который висит, отвечает на запросы от редактора. То есть редактор ему говорит, вот ты там находишься в этом месте, и есть определенный набор команд, словно там можешь сформатировать код, например, там вот это все. А язык сам не должен поддерживать протокол? Нет, это отдельный сервер, но естественно он должен быть согласован с реализацией языка. И если у реализации языка есть какая-то опишка, то это, как правило, помогает. То есть этот LSP, он дергает язык, это вообще в идеале должно быть так. Но сам LSP, я так понимаю, несколькими редакторами поддерживается по отдельности. То есть это один и тот же протокол в разных редакторах кода. Да. И написав один раз его реализацию, например, для такта, можно потом это переиспользовать в разных плагинах, в разных IDE-шках. Абсолютно точно. Да. Но не во всех. У нас еще есть, кстати, тоже сделано сторонним разработчиком, который сейчас в Core Command, насколько я знаю, недавно перешел. он сделал крутой плагин для IntelliJ IDEA. Он называется, по-моему, какой-то Tone, что ли, как-то так. И он поддерживает в принципе и Fancy, и Tact, и какие-то есть вещи, которые помогают работать в принципе с Tone. То есть, да, очень много разного тулинга уже поддерживается в плане именно редактирования какой-то среды. Вокруг еще языка есть, помимо три-ситера, вот этого плагина для Veeam, например, что у нас еще есть? У нас еще есть, например, Blueprint. Это такой фреймворк, который в Tone практически всеми разработчиками используется. Он позволяет создавать новые проекты. То есть, ты там говоришь что-то типа NPM, Create, Tone. А, то есть, это CeliI какая-то для проектов. Да, да. А, по-моему, Вова тоже про него, кстати, рассказывал. Генератор, да, скажем так, ты можешь там выбрать или какой-то предопределенный контракт, типа счетчика, например. Это, я бы сказал, Hello World в Tone. Контракт-счетчик. У тебя просто есть контракт, если в такте говорится, одной переменной, он может принимать сообщение типа Increment и просто увеличивать счетчик на один. Если ты просто увеличиваешь на один и смотришь, как тает твои денежки. Да, ты должен заплатить за увеличение на один. Но это чтобы поиграться, скажем так. Окей, ну, ты этим Blueprint можешь создать шаблон, значит, ты можешь билдить им свои контракты, деплоить им же. Вот такой вот тул, который все это объединяет. И есть из тулинга, это двусторонняя команда, вот команда из Tontag. Нарек, если ты меня слышишь, брат, привет. Значит, есть еще Nujang.dm. Nujang.dm? IDE. IDE. Это среда разработки интегрированная, это все позволяет тебе попробовать в браузере. Она и Fancy и так поддерживает, то есть ты заходишь IDE.nujang.dm.org, кажется, или ком, не помню. Можно оставить ссылку в описании. Конечно, это без проблем. И вы поддерживаете создание этой IDE-шки? Да, она была разработана. А нафига есть ли Visual Studio Online и плагин? Это хороший вопрос, потому что, смотри, ты можешь здесь... Это на самом деле действительно хороший вопрос. Ты можешь здесь сделать интеграцию с чем угодно, с Tontag, в частности. И там, не знаю, у нас вот, например, в логере Альфмэн, он делает контесты, например, для Tontag разработчиков. Соответственно, в будущем когда-то, сейчас пока это ничего еще не сделано и даже непонятно будет, это сделано, но в принципе возможно интегрировать эти тулы, то есть ты заходишь просто в браузер, кликаешь куда-то, у тебя все шаблоны, вот они для контеста, ты пишешь код, не знаю, делаешь локальные тесты, пишешь, запускаешь их, видишь, что все зеленое, говоришь submit, у тебя все уходит на сервера контеста, дальше там, у тебя, не знаю, гигантское вознаграждение просто. И все, не выходя из этого браузера, как бы тебе локально даже ничего вставить не нужно. Вот, то есть хороший момент по интеграции. Еще такой вопрос, объясни, а как работают линтеры? Вы их разрабатываете или это сторонние разработки обычно? Ну вот сейчас... Вот линтеры в IDE-шке, то, что я вижу, подсветку кода, я про вот такие линтеры. Смотри, вот с линтерами есть интересная история, то есть иногда линтерами называют вещи, которые там как-то синтаксис проверяют просто, вот, иногда линтерами называют статические анализаторы, которые уже более глубоко анализируют код. Туда давая разницу того и того, и что из этого. Ну, грубо говоря, статический анализатор ему все равно на то, какой у тебя там синтаксис, ну, то есть если у тебя есть какой-то рекомендуемый, не знаю, там, camel case против там еще вот этих underscores, там, да, как snake case, да, вот, это ему обычно не интересно, он какие-то интересные свойства семантические уже ищет, то есть он работает на основе того, что эта программа должна делать. Ну, типа, не используйте слова, которые не являются ключевыми, давайте на переменном не ключевыми словами, что-нибудь такое. Ну, это тебе, скорее всего, парсер даже заругается, если ты это сделаешь. Как правило, это не разошло. Кажется, будто бы парсер просто type checker это уже статический анализ, который достаточно. Type checker это часть. Можно сказать, что это разновидность статического анализатора, в принципе, это вполне, да, так. Но статические анализаторы, они на разных принципах могут работать, data flow анализаторы, можно взять там еще что-то, там, символическое исполнение, например, то есть они пытаются смотреть на семантические свойства программы, там, не знаю, делишь ли ты на ноль где-нибудь или нет, вот такого рода они пытаются вопросы как бы прояснить. А линдер может особо в эту сторону не смотреть, он смотрит на синтаксис. Вот, может быть, ты там, не знаю, написал x равно x плюс 1, а не x плюс равно 1, например, а вдруг это вот рекомендуемое, да, что-то. Или там, да, действительно, вот эти все... плюс ты его можешь еще настроить там для команды отдельно, какие-то свои правила строить. Так вот, кто занимается линдерами? Смотри, у нас есть два проекта по статическому анализу. Один будет работать на уровне TVM, будет использовать символическое исполнение, его делает команда сторонняя, нас на вот этого на баунте, то есть они подали заявку через нашу программу грантов и баунти, вот, ее там какое-то время обсуждали. Так, извини, TVM это такт виртуал-машин? Да. Все? Нет-нет-нет, тон-тон. Тон виртуал-машин. А при чем выдают тон виртуал-машин? Вы же как бы в фанксе это все. Да, но мы в итоге компилируемся в код, понятный для TVM. Окей. Соответственно, вот этот статический анализатор, который ребята разрабатывают, у них даже есть 6 прототип, он будет применен, ну, в области его применения это любые языки для тона. Все понятно. И к такту, и к фанксе, и если завтра кто-то сделает третий язык, и к нему тоже, потому что он будет работать на уровне именно байт-кода. Есть еще отдельный проект, это вот проект по использованию классического дата-флоу-анализа. Кстати, он там довольно интересный. В архитектурных решениях использование такой вещи, как суфле. Суфле это диалект даталога. Даталога это такой прологоподобный язык, ну, там у него он как бы ограниченный по сравнению с прологом. Идея в чем? Мы берем то, что называется control flow graph, как это граф потока управления, да, наверное? По программе мы его генерируем, некий граф, начинаем анализировать. даталог здесь в суфле используется как такой солвер для того, чтобы неподвижные точки искать. Ну, это так вот анализы все эти дата-флоу работают. вот, и собственно прикол в том, что у тебя на входе есть некое представление отображения в даталог твоего граф потока управления, и ты можешь писать свои как бы плагинчики на этом даталоге, у тебя будут примеры для каких-то там относительно простых анализов, вот, и может любой человек с комьюнити прийти и сказать, о, у меня есть идея классного статического анализа, конкретно может быть адаптировано под тон, вот, там, не знаю, для ячеек, там, есть всякие переполнения, вот эти sell overflow, sell underflow, всякие такие вещи, вот, я сейчас запилю анализ, вот, условно, анализ может выглядеть как там пять строчек на даталоге, это будет целый новый статический анализ. Очень нравится. То есть он декларативный язык, у тебя уже все подготовлено, то есть у тебя есть некое представление, которое считывает даталог, там, у тебя баска такая, да, ты считываешь с диска, у него там все, все это уже в даталог встроено, вот, и там 10 строк у тебя новый статический анализ, и который работает довольно быстро, потому что вот этот суфле, он генерирует теперь плюс код. Окей. Который потом... Смотри, супер некомпетентный вопрос, а зачем тебе вообще нужен статический анализ тебе к разработчику языка программирования? Просто чтобы разработчикам, работающим с языком, было удобнее, чтобы меньше геморои было? Да. Абсолютно так. То есть, смарт-контракты, как бы коды до закон, да, когда иногда говорят, чем меньше там ошибок, тем лучше всем, в принципе, тем, кто работает, пользователем этого блокчейна. Статический анализ позволяет автоматам исключать классы ошибок. Да, у статических анализов есть свои нюансы, ложноположительные срабатывания, например, да, вот такого рода вещи, и разработчики не всегда часто этим пользуются, но это все обычно можно подтюнить, да, под конкретные какие-то вещи. И я считаю, что да, у любого человека там, не знаю, в S-коде там, в плагине для идей, например, должна быть такая штучка, которая там с стекалочки выписывает, смотри, не знаю, классический пример Rust-анализер, например, вот я на предыдущей работе писал на Rust-е, и было очень классно, когда тебе все это сразу же подсвечивали, довольно шустро работало в целом. Да, вообще классно. Еще хочу у тебя спросить по поводу комьюнити и влияния комьюнити на язык, язык опенсорсный. Да. Насколько он честно опенсорсный, что я имею в этом в виду? Например, в .NET тоже опенсорсный, как платформа, и там, ладно, Kotlin, опенсорсный, но чтобы туда закоммитать, тебе нужно пройти достаточно большое количество проверок, аппрувов, возможно, даже где-то стать частью команды. Создать issue ты можешь, но создать issue – это не законтрибьютить. Насколько у вас открыт проект, и как вообще, как стать контрибьютором, возможно ли это? У нас как бы нет такого количества бюрократии, видимо, вот этих всех прыжков через обручье. То есть, в принципе, любой человек может прийти и поинтрибьюить, но желательно, конечно, соблюсти пару условий. Во-первых, если ты делаешь пиар, то нужно создать issue, чтобы объяснить, вообще, в чем проблема, что ты пытаешься сделать. Ну, если ты пиарь хорошо расписал. Ну, у нас просто есть некий уже шаблон, даже, да, вот в этом. Его где-то почитать можно? Когда создаешь новый пиар, у тебя появится в Магикабе, да, темплейт этот. Вот, там будет, что вещи, типа, у меня есть issue уже, которую я решаю, вот, потом, ну, там, понимаешь, проблема в чем? В issue можно пообсуждать что-то, а здесь, когда тебе код-ревью, вот это все смешано, ну, мне, например, это мешает, мне приходится постоянно свитчаться между, в контекст переключать между разными задачами, как бы. То есть есть формальное правило того, как создавать pull-request в шаблоне, можно почитать, мы ссылочку к шаблону тоже приложим. Я видел, у вас много issue, то есть можно брать любую issue, делать pull-request, вам отсылать. У вас есть, ну, вы реально, как разработчики, посмотрите этот pull-request. Вопрос в приоритизации. Я видел, в активных репозиториях в GitHub есть еще project-доска, Kanban-доска, там можно посмотреть, какие приоритеты у issue. У вас я такой доски не видел, то есть как мне понять, что я сейчас вот пойду поработать с надышью и сделаю ее, и ее точно там запрувят, проверят как минимум, и я там не работаю над какой-то херней, которая никому нафиг не нужна. Да, хороший вопрос. У нас пока это не формализовано даже, у нас даже нет, кстати, прям contributing guide какого-то такого, знаешь, прям формализованного. Вот, я какие-то на бэкграунде над ним работаю постепенно. А, то есть есть такие планы? Надеюсь. Потому что у вас там все внутри IKEA, все это просто не светится наружу. Нет, мы сделаем две вещи, которые нам нужны для того, чтобы более эффективно с комьюнтис работать. Кстати, да, вот я немножко вернусь назад, мы просим людей не делать рефакторинги. То есть не стоит приходить и говорить, о, вот здесь надо сейчас... А почему? Потому что непонятно какую проблему решает рефакторинг. То есть просто рефакторинг ради рефакторинга... Да, рефакторинг ради красоты кода, окей. А если рефакторинг ради оптимизации, то... Если ты приходишь и говоришь, смотри, вот здесь есть проблема. Мы, кстати, делали недавно рефакторинг, мы там вместо... Значит, у нас есть, по сути, мапы, да, некоторые, которые в виде JS объектов были сделаны, но из-за того, что у нас в языке есть toString и в JS у объектов он тоже есть, вот, у нас получалось, у нас была проблема в коде, потому что как бы в мапе есть такой ключ, которого там не должно было бы быть, потому что мапа там с каким-то количеством встроенных функций, а как бы явно тоString там не прописан, например, а он есть. Вот, соответственно, чтобы вот такое убрать, мы перешли, например, на мап, да, прям вот этот тип, который есть. Да, мы сделали рефакторинг, но там был обоснован рефакторинг. Это получается импровмент? Ну, это мы поменяли представление, ну, то есть структуру данных, да, грубо говоря, для некоторой штуки, причем одновременно с тем, что мы там что-то исправляли еще, вот эту проблему с сутрингом. Блин, это тонкая игра, я понял. Это тонкая игра. Тонко понять, какой рефакторинг нужен, какой нет, чтобы от гемора этого откреститься, просто не надо нам рефакторинг. Хорошо. Ну, если нет рефакторинга, значит, все про новую фичу? Про новую фичу, про исправление багов, и про исправление багов, логично. Исправление багов тоже можно рефакторинг назвать. Не, не, если это исправление багов. Ну, и да, еще мы просим людей и тесты, то есть у нас, на мой взгляд, недостаточно тестов, недостаточно покрытия, как бы, ну, покрытие такая, метрика не очень хорошая, на самом деле, для тестирования, но иногда она там, есть разные статьи, я просто читал по этой теме статьи некоторое время назад, достаточно давно, и есть статьи, которые говорят, есть корреляция между покрытием, уровнем покрытия и как бы качеством продукта, покрытием кода в тестах, либо нет корреляции, в общем, тут как-то не очень понятно, но когда совсем мало тестов, это как бы, кажется, действительно не очень хорошо работает. У нас, как ты говорили, пиши тесты до тех пор, пока ты чувствуешь себя в безопасности, только тебе уже начало казаться, что вот ты боишься, мне есть этот код, наверное, надо еще тестов добавить. Ну, да, это да. Это в мире Дотнета просто целая боль, у тебя же там в Дотнете, в Java куча этих дата-трансфер-обжектов, там чуть ли не треть кода, и на дата-трансфер-обжекты тесты писать, чтобы добиться там 80-90% покрытия, ну, нафиг надо. То есть, грубо говоря, если ты, не знаю, вводишь, например, новые ошибки, возможные, которые увидит пользователь в компиляторе, то нужны тесты на каждую из этих ошибок, потому что, ну, вдруг ты где-то ошибся, и, в принципе, эта ошибка никогда не выстрелит. То есть, нужно убедиться, что ошибки действительно можно воспроизвести, вот, и, ну, там, если ты, не знаю, делаешь фичу, кроме ошибок, да, нужно показать, что она работает. Ну, там, несколько кейсов, желательно, там, с какими-то ограниченными, да, случаями. Ну, в целом так, не знаю, там, какое-то требование к какому-то особому коду и прочее, это все вообще практически неважно, вот, желательно просто, ну, это пока не формализовано, типа, пиши в том же стиле. А есть неформализован стиль? То есть, каких-то там формальных гайдов, стайл гайдов нет? Стайл гайда нет. Или они, какие-нибудь стандартные, тейп-скриптовые? Там есть, значит, линтер, есть линтер, тебе по рукам настучит, если что-то не так. Да, есть линтер, есть, так самое, притер, то есть, форматор есть, все это работает. Это все работает на этапе пол-реквеста, где-то там в экшенах крутится. Да, 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 то есть, если что, там, да, эта часть более-менее формализована. Блин, кажется, будто бы не так уж и сложно сделать коммит. Ну, то есть, понятно, что еще надо разобраться с задачей, как бы вообще шарить за задачу. В принципе, если человеку интересно с чем-то поковыряться, мы можем компоментарить. То есть, это вообще не проблема. Насколько, ну, блин, это, сейчас я попытаюсь формулировать, это же компилятор и язык программирования. Цена ошибки, будто бы очень грандиозная. Слушай, ну, поэтому, да, я обычно прошу людей довольно много тестов, вот, когда они добавляют какую-то фичу, даже синтаксическую, вот. И переписки бывают довольно длинными, на самом деле, там, и под 50-е больше комментариев вот в этих вот моментах. Но есть человек, как бы, прорывается через это. То есть, мы не бьем по рукам, просто просим что-то добавить. И как бы, мы только рады. Для меня, например, даже, я скажу честно, не обидится моя команда, но приоритеты от сторонних контрибьюторов, как бы, пиар от сторонних контрибьюторов важнее по приоритету, чем от них. Вот. Мне интересно, чтобы люди контрибьюторов язык больше. И при этом иши на гитхабе, это иши все контрибьюторские, то есть, вы какие-то сами иши, которые находятся, туда не выкладываете. Выкладываем. Выкладываете. Да, мы и сами выкладываем, и люди добавляют. Окей. Но это же не значит, что у вас все прям и фичи, и все лежит в ишиах. То есть, какие-то фичи у вас отдельно в бэклогах где-то хранятся. У нас есть родмап, вот в нем, в принципе, описана как бы общая картина, куда мы движемся в ближайшее время. Вот это тоже в виде репозитории отдельно. Вот так, ланг-слэш, родмап на гитхабе лежит. И, как бы, да, не все из этого родмапа уже переведено в конкретный иши, но можно примерно увидеть, куда будет двигаться разработка. Я к чему спрашиваю? Если вдруг человек захочет заимплементировать, не знаю, какой-нибудь новый функционал, который он увидел в родмапе, заимплементит, а потом окажется, что вы над ним уже работаете. Вот такие нюансы у вас встречались или нет? Обычно, ну, вот ребята с моей командой, они просто сами там, или я на них назначаю мышью, и, в принципе, можно увидеть, что вот над этим мышью уже работает кто-то. А-а-а. Вот. То есть, ну, грубо говоря, идея такая, что мы пытаемся разработку сделать максимально открытой. Максимально открытой. Это классно. Не боишься ли ты, что в какой-то момент язык станет популярным и контрибьютов от комьюнити будет настолько много, что кор-команда просто не будет успевать работать над тем, что нужно? Я слышал просто, что из-за этого во многих языках дурократия с проверкой контрибьюторских пиаров становится очень большой. Потому что, блин, надо функционал разрабатывать, а тут тысячи пиаров в неделю шлют. Возможно. Хороший вопрос. Ну, слушай, я на самом деле не задумывался над этим до этого. Вот. Я надеюсь, что так произойдет. И тогда мы внедрим все эти вот вещи с бюрократией там. Вот. Ну, посмотрим, да. Мы когда делали выпуск про языки программирования с Димой Жемерием, мы там вокруг Котлина общались, потому что он с Котлином работал, я ему задавал такой вопрос, можно ли стать из контрибьютора частью кор-команды разработки языка. Я не помню, про что Дима там ответил. Можете посмотреть. Как у вас с этим? Если появляется активный контрибьютор, он может получить что-то за свои контрибьюшны, кроме публичного признания и вообще стать частью команды? Это тоже отличный вопрос. У нас вот прям ответ да. И мало того, не просто один раз да, два раза да. Вот. Сейчас в так команде кроме меня еще три человека работают. Вот. Не все фулл-тайм, но там, да, двое получается парт-тайм работает и один фулл-тайм. Двоих из этих людей мы наняли, потому что они контрибьютили в такт. Либо в сам компилятор. Это довольно известный человек в тоне под ником Гусарич. Гусарич, не знаю, как правильно прочитать по-русски этот ник. Блин, почему под ником? Почему не по имени и фамилии? Ну, у него, в принципе, это прописано в его профиле. Просто, когда говорим про блокчейн и ники, у тебя сразу в голове так, это, наверное, какой-то хакер, он там сейчас, короче, коммитает, а потом он туда что-то в коммитает и будет как с СССРшем недавно, когда чувак три года коммитал-коммитал, слышал, да, наверное, эту историю и сделал здоровью на уязвимость. Да, это очень классная история на самом деле. Ну, это так. Социальная инженерия. То есть вы берете ребят из коммитеров в команду, это реально. Да, и есть человек, он тоже, это видно по, у нас практически все открыто на самом деле. Например, та самая программа в Grand Of Bounty там из репозиторий у Тона, можно там ссылку добавить в описании, да, есть такой товарищ под ником Novos Nota, вот, и он вот закрепит как раз несколько языковых туллов, типа грамматика для Триситера, там, плагин для Вима. Сейчас очень активно работает на документации для такта, вот, она уже, не знаю, мне кажется, там половина документации уже перелопачена, вот, и, вот его, да, тоже мы наняли в команду, потому что он проявил интерес, мотивацию и так далее, то есть там. Хорошо. Он как бы и на баунте какие-то вознаграждения поднял, а сейчас, да, часть, как бы, команды такта и... Часть корабля. Да, часть корабля, да. Я еще забыл один вопрос спросить по поводу самого такта, сейчас давай сделаем небольшой реверанс назад. Кто занимается разработкой дебаггеров для языка? Сейчас у нас, к сожалению, нет дебаггера для такта. Но обычно этим занимается команда, разрабатывающая язык, правильно? Чаще всего да, кто-то оттуда. Как без дебаггера? Это принтлены какие-нибудь? Дампы, да, так называемые. Дампы, да. Такое, что язык выходит без дебаггера. Для меня дебаггер это что? Это поставить точечку остановки, остановиться, посмотреть все, что выполнялось до этого. Это прям сложная задача или почему языки не выходят с дебаггерами? На самом деле, да, это сложная задача. Это реально очень сложная задача. Если говорить про промышленные языки... А там в чем сложность? Сложность именно в остановке в конкретном моменте или сложность выдать всю информацию, которая, там, все абстрактное дерево, которое до этого было, называлось? В чем тут сложность? Можешь чуть-чуть пояснить? Слушай, на самом деле, я вот этим сильно не занимался, но вот даже описание дворформата, с которым работают дебаггеры, это прям вот реально нетривиальная вещь. А, там прям свой... У нас. Логично, да. Я тебе скажу так. У меня вот две работы назад коллега, он занимается компиляторными бэкэндами. Он делал отладчик для вот того языка, который мы разрабатывали, сцело. Но причем как-то работало. Это работало, по сути, через LVM. Потому что для LVM вся эта инфраструктура уже есть. Соответственно, ему было относительно легко это сделать. А с нуля пилить это реально сложная задача. Но, честно говоря, немножко вне моей зоны компетенции. Окей. Ты сказал, что у вас roadmap открыт. Я с roadmap, к сожалению, не ознакомился. Да и слушатели, наверное, так сходу все не посмотрят туда. Расскажи, какие большие фичи языковые ожидаются и, наверное, почему они будут в первую очередь реализованы. То есть тут больше вопрос про то, чего сейчас языку не хватает, над чем вы активно работаете. Смотри, язык молодой. Там, не знаю, условно у тебя есть циклы, но, например, нет break или continue. Вот. И поскольку фан-сит не поддерживает, это не совсем тривиальная задача. Блин, фан-сит, короче, палки в колеса ставит. Надо как-то делать. Да, надо стоять делать. Вот. Но мы над этим поработаем. А, кстати, я, по-моему, не ответил на твой вопрос, извиняюсь, что прерываюсь, вот, про то, как выбрать приоритетный ищу. Так. У нас есть майлстоуны, они тоже, если ты зайдешь в ищу, там увидишь кнопочку с майлстоунами для каждой следующей версии. Вот. То есть версия, там, сейчас готовится 1.3, следующая 1.4, 1.5, но вот по приоритету можно посмотреть ближайший майлстоун с меньшей версией. Вот. Можно туда как раз-таки пойти. То есть если ты кликнешь на майлстоун или там вот с высшим, профильтруешь по майлстоунам, то есть там посмотришь 1.3, окей, вот это вот то, что в приоритете, который пойдет в следующий релиз, вот, и оно будет вмержено достаточно быстро, а не там, покроется мхом, да, и конфликтами слияния. Так, хорошо. Раз ты вернулся назад, у меня тоже есть встречный вопрос. Когда релиз-кандидат становится уже релизной версией? Как у вас это решается? У вас, по-моему, Семьвер используется, да, в генерациях? И вот я видел, что бывает несколько релиз-кандидатов, бывает там один релиз-кандидат. Как это решается? Ну, сейчас мы на самом деле вот отошли от практики релиз-кандидатов, по сути. То есть мы собираем все, что было вот сюда намечено, запланировано. Ну, релиз-кандидаты для мажорных версий были. Да, да, да. Первый точно. Но это вот часть была до моего прихода в такт, поэтому здесь я не знаю, не уверен насчет релиз-кандидатов. То есть релиз-кандидат обычно куда-то релизится, чтобы его могли тестировать, а у нас пока еще пользователей не так много. Не очень понятно, кто это будет тестировать, как это проверять и так далее. То есть, ну, фидбэк можно сдать миллион лет. Поэтому у нас идея такая, что мы собираем все, что запланировали, и иногда мы делаем больше, чем запланировано, особенно если приходят сторонние контрибьюторы. Вот. И у них приоритет в этом плане, и мы стараемся их все-таки в ближайший релиз добавить. Вот. Потому что старые... Ну, у нас был случай, когда пришел человек, поднял какой-то старый пиар, который закрыл человек, ну, сказал, что у него мотивация пропала, вот все, он решил закрыть его. Вот он поднял тот код и, собственно, доработал его, вот мы помогли, вот, и все, вот он сейчас контрибьютор в такт. Хорошо. Теперь возвращаемся к первоначальному вопросу по поводу фич, по поводу того, чего языку сейчас не хватает. Да, некоторые фичи, которые, как бы, есть почти во всех языках общего назначения, там, типа, немножко работу с циклами улучшить, вот, но в целом, если мы говорим про реализацию, то, наверное, для меня, да, у нас сейчас в этом релизе будет TryCatch, например, ну, тоже там специфический, такой блокчейн-специфический, он ловит так называемые Ну, как бы, а нафигатор анчейн в смарт-контракте, который вот туда уже улетел, и все, ты его не измеешь. Там... Или ты можешь структуры какие-то вызывать. Там немножко про другое, то есть у тебя, смотрите, VM очень часто может выбрасывать всякие разные исключения, например, там, ты, скажем, сложил два числа, а если у тебя переполнение, то у тебя не по модулю, да, там, два в степени N, а у тебя просто исключения. Ну, там есть разные режимы, но типичный стандартный режим это кинуть там, сейчас, знаешь, VS5, exit code, что-то такое. Вот такая штука позволяет тебе exit коды ловить и обрабатывать их. В принципе, ты так можешь даже сам реализовать арифметику, которая не бросает исключения. Ну, Ну, как вариант. Хотя это можно другими способами сделать. То есть, вот такое роды вещи, ну, как бы, знаешь, такие косметические вещи, особенно те, которые в Fancy уже есть, а в такте еще пока нет. То есть, хотелось бы прям догнать по некоторым фичам Fancy и, да, может быть, даже и перегнать получится вот с этими всеми break и continue. Вот, поправить часть багов хотелось бы тоже. И по планам, например, добавить язык полноценную поддержку алгебрических типов данных, так называемые, у нас сейчас есть структуры, вот, наверное, туда же можно добавить так называемые кортежи, да, или туплы, вот, потому что они, в принципе, поддерживаются TVM, и это упростит в том числе взаимодействие с Fancy, потому что сейчас тебе придется, если у тебя Fancy пару возвращает, int, например, то тебе приходится структуру создавать, чтобы FFI как бы с Fancy сделать. Плюс алгебрический тип данных, то есть, и num'ы надо добавить как бы полноценные, вот, но, возможно, там мы посмотрим, может быть, не рекурсивные будут структуры данных, по крайней мере, на первых порах, то есть, там свой тип списка ты не сможешь, возможно, сначала сделать, вот, не знаю, там условные изеры какие-нибудь вполне, или там тип, как в Rasty Result, вот, то есть, что-то типа такого, потому что у тебя контракты, они часто структурированы как некие конечные автоматы, ну, или как, не обязательно конечные, но автоматы некоторые, вот, и удобно состояние не числами кодировать, а смысленные названия им давать, вот, там, обработка, там, не знаю, пендинг, что-нибудь такое. Я тут понял, что я еще один вопрос не задал, тоже важный, который не относится к, не, он относится к фишкам языка, надо было раньше задавать, а какая парадигма, в принципе, преследует, есть ли какая-то основная парадигма у такта, ну, типа функциональщина, ОВП императивная, или там все намешано, как сам код выглядит, ты объект, ну, там, в Java, в C Sharp, мы делаем импорт и вызываем другие объекты там как-то, а здесь ты вызываешь другие контракты, я так понимаю, обращаешься к ним, ходишь к ним как-то, как, какая-то парадигма, что это такое? Ты задаешь функции? Это, да, ты смотри, у тебя есть контракт, да, у него есть, контракт можно считать, что это объект, да. Допустим. У него есть набор полей, это то, что, ты будешь хранить, это сторож его, хранилищи его. Не то, что он принимает, а то, что ты будешь сохранять. То есть, ты говоришь, у меня с контрактом счетчик, да, у тебя будет поле, каунтер, да, какой-нибудь. Так, Значит, типа int, и ты еще должен будешь указать у этого int, то есть, все int 257-битные, но когда ты сохраняешь, ты можешь сохранить меньше бит, и там ты говоришь, да, что меньше платить, совершенно верно, вот, за охранение. Ты можешь сказать, допустим, этот счетчик будет 32-битный, и ты напишешь as 32, например, что-нибудь такое. Если тебе что-то еще нужно, там, мапы есть, например, еще что-то, то есть, это будет набор полей этого объекта, когда контракта, у тебя будет набор обработчиков, входящих сообщений, то есть, у тебя будет receive и что-то. Например, я хочу, там два вида как бы есть receive, можно сказать, ты можешь получить или строку, то есть, если я получу текст, не знаю, там, increment, в кавычках, то я сделаю то-то, ну, это там, допустим, не знаю, проверю, что ты владелец контракта, или вообще хоть кому позволишь, что делать это уже на твое усмотрение, да, обновлю счетчик, например, вот, возможно, не знаю, какой-нибудь, оповещу, как бы лог такой сделал, эмит, что вот я обновил счетчик, например, или отправлю, может быть, еще сообщение к какому-то контракту. А эмит для кого? Это для того, чтобы off-chain получать информацию о том, какие события происходили во время работы смарт-контракта. А события эти рассылаются, то есть, есть какие-то подписчики? Да, грубо говоря, ты получишь, да. Если ты смотришь, ты можешь получить сообщение, значит, у тебя есть вот эти ресейверы, у тебя есть так называемые обработчики для bounce-сообщений. Это сообщения, которые вернулись, то есть, ты кому-то отправил что-то, да, они отлетели назад, и ты должен там что-то в этом случае сделать. Ну, откатить состояние контракта назад. Потому что в Тоне, в отличие от других блокчейнов, у тебя может возникнуть ситуация, когда что-то прошло не так, у тебя сообщение не обработалось почему-то, вот, а вся цепочка сообщений не будет обращена. То есть, стейт не вернется, да, как бы, к начальному там состоянию. То есть, это может через bounce-обработчик обработаться и отправиться заново? Например, да. то есть, грубо говоря, восстановить состояние, там, я не знаю, если ты отправлял там, откатиться, да. Если ты токены отправлял кому-то, то ты можешь, и ты у себя из баланса их вычал, там, где-то, да, то ты здесь можешь их назад прибавить. Ну, как бы, то есть, это такой event-based парадима, получается, какая-то. Да, да, у тебя есть акторы, да, которые обменяются сообщениями, и, в принципе, все. Удобно, удобно. Она концептуально простая, но программировать не сильно, просто, конечно, может быть. Вот. Так, ресиверы есть, но у тебя могут быть просто, как бы, статические функции, условно, там, могут быть методы контракта, например, у тебя могут быть геттеры, так называемые, геттеры, это некие функции, в основном, они нужны для того, чтобы читать state твоего контракта, но читать state можно только off-chain. Подожди, а читать state, это не то же самое, что переменную считать? Да, но геттеры автоматически не создаются на переменные, наверное, можно там добавить какую-нибудь прагму в будущем, например, ну, то есть, вот такты про то, чтобы тебе было удобно программировать на блокчейне на этом. Возможно, да, в дальнейшем мы добавим прагму, которые это делают, вот, но сразу геттеры на все генерировать по умолчанию, это, как бы, может быть расточительно, потому что код, ну, код не может быть слишком большим, да, вот, а геттеры, это как бы нужны для вызова извне, контракты не могут читать чужой state, вот, просто вызов в геттер, это может он сделать только off-chain, вот, чтобы контракт прочитал чужой state, нужно отправить сообщение и сказать, можно я прочитаю твой state, верни мне вот эти данные. И у него контракт должен быть реализован, собственно, send, да, он должен послать тебе сообщение, вот, пожалуйста, вот, такое-то, такая-то переменная. То есть, если контракт не разрешает тебя считывать какие-то там, то ты и не считаешь. Да, совершенно верно. Последний еще момент есть, который, наверное, стоит упомянуть, это система трейтов, то есть, чем она отличается, там, не знаю, условно, там, от Java, например, хотя интерфейсы, конечно, в каком-то смысле похожи на трейты, да, это чем-то похоже на растовые трейты, так называемые, то есть, ты можешь описать некое поведение, например, у тебя есть контракт, в котором есть владелец, владелец может, ну, во-первых, у тебя должно быть поле, которое говорит, кто владелец, какой адрес владеет этим контрактом, вот, и оно предоставляет тебе методы, условно, да, которые ты можешь спросить, а является ли отправитель этого сообщения, которое я только что получил, является ли он владельцем контракта, что у тебя могут быть административные некоторые функции, да, которые только владельцу можно делать, вот, и, соответственно, вот этот трейд позволяет вот это поведение абстрагировать, чтобы в каждом контракте это не писать одно и то же. А трейд из себя сам что представляет? Это часть кода в контракте или это отдельная сущность? Это отдельная сущность, она может быть в отдельном файле даже, вот, это как такой, знаешь, шаблон контракта в некотором смысле, да, то есть кусочек контракта. То есть в общении он не лежит, он лежит только у тебя в коде? Да. Окей. И, соответственно, ты этот трейд импортируешь, говоришь, что мой контракт, он, значит, дополняется вот этим трейдом, да, и там, не знаю, что-то там, оуэннабл, да, например, и ты можешь, во-первых, ты должен сказать, что окей, вот это оуэннер, да, ты там должен, согласованно с тем, как трейд может смотреть на стейд, на состояние контракта, вот, этот оуэнннабл должен к себе, оуэннер должен к себе поставить, добавить в вот эти переменные контракты, да, которые будут храниться. А трейд это ваше изобретение, или в фан-си тоже есть? В фан-си нет, насколько я знаю, трейдов. Почему-то да не интерфейсами назвать бы. Ну, в принципе, трейд, почему нет, черта. тоже, логично. То есть, здесь даже это не совсем интерфейс, потому что интерфейс, например, это некоторые, можно сказать так, это некоторые сообщения, которые этот контракт обрабатывает. То есть, вот я могу, например, обработать сообщение, там, не знаю, инкремент, и там что-то еще, да, кстати, вот еще можно в бинарном формате, не обязательно в строках, ничего в бинарном, у нас есть сущность, похожая на структуру, но она называется сообщение. Либо то, либо то. То есть, ты говоришь, вот мой контракт, он может, не знаю, принимать сообщение ад, принимать сообщение инкремент, принимать сообщение саб, например, и вот это все, на что я среагирую, а все остальное, что мне прилетит извне, оно не будет обрабатываться и упадет с каким-то exit кодом. Вот это, я бы сказал, что это интерфейс контракта, а трейд, это некоторое такое поведение, которое я могу добавить к себе, ну, типа вот этой проверки, являюсь ли я владельцем или не являюсь там, или, не знаю, там, скажем, какой-нибудь, есть версия вот этого оннабл, которая позволяет менять владельца еще. Как она еще раз формально добавляется, как устанавливается связка между контрактом и трейсом? Ну, фактически, ты можешь себе представить, как... Нет, прям в коде, ты как там пишешь название... А, вот ключевые слова и название. И ты можешь несколько их использовать. Да, ты можешь несколько, ты можешь как бы комбинировать разные поведения, но оно должно быть ортогональным, да, эти поведения должны быть ортогональным, то есть как бы не смешиваться друг с другом фактически, но за это в каком-то смысле пользователь уже отвечает. Да, понятно. Еще один интересный момент, последний, наверное, про такт будет. Ты сказал, что вы, например, хотите заимплементить брейки и континью, которых нет в фанкси. Я немножко не понимаю, как это можно обойти, если это языком, в который вы транспортируетесь, не поддерживается. Ну, тут два момента есть. Я на самом деле, кстати, вот второй момент из них не прорабатывал. TVM позволяет, у нее там есть такая вещь, как продолжение, континуации, да. TVM позволяет очень интересную вещь с этим делать. Вот, у меня сейчас есть идея подумать, как можно... Я не знаю, мне кажется, это стоит вырезать. В общем, оно позволяет с континуациями работать, вот, и вот эти все брейки и континью, это как раз хорошо ложится на континуации, что он тебе говорит. Оно... Это не локальный поток управления, вот, и, соответственно, континуация это хорошо управляется. То есть, вроде как в виртуалке есть что-то, что поддерживает похожее поведение. Я тут чего не понимаю, ты объясни, склей мои вот эти сегодняшние знания полученные, как вы можете через... Как вы можете с помощью такта взаимодействовать с TVM, если вы транслируетесь в фанкси? Как вы выходите? Или вы транслируетесь в какой-то интермедиат лендвич, который ниже фанкси? Нет, мы в фанкси именно транслируемся, да. Фанкси? Смотри, фанкси, он позволяет... А все его кто как угодно называет, кто-то фанк называет, кто-то фанкси, кто-то еще кто-то. Значит, в фанкси ты можешь, по сути, использовать ассимблер. А, все, я понял. И ты можешь с регистрами TVM, например, работать практически непрямую. Хорошо. Но вот я не думаю, что это будет прям тривиально на самом деле. Вот так мне... Нет, тут мне просто был интересен механизм, именно как вы можете немножко глубже, чем фанкси уходить. Теперь стало понятно. Но это не точно. Я это еще не проверял. Тут у меня просто, я не знаю... На уровне идеи. Да, в самолете просто летел, такой, блин, надо попробовать эту штуку сделать, но не добрался еще. Окей, окей. Хорошо. Ну, а второй вариант, это фанкси просто законтрибьюти эту фичу, и тогда она появится и в такте. Ну, и третий вариант, это просто отказаться от фанкси и новый бэкэнд, как куда сделать. Кстати, а у вас нету конкуренции с корой командой? Нет. То есть вы нормально в унисон работаете, все хорошо. Ну, это круто. Ну, да-да, contribution прям отличный вариант. Что за такая организация или не организация Open League? Что это такое? Это инициатива Tone Foundation, да, чтобы привлечь ликвидность, там, вообще людей, в принципе, да. Так, ликвидность, давай сразу, это что? Это деньги? Это деньги, да. Не, ну, слушай, я разрабатываю языки, ты меня спрашиваешь про ликвидность. Да, Не, у нас слушают такие же ребята, типа, ликвидность, чего? Вы хотите денег привлечь, зачем вы нам про это рассказываете? Да, слушай, ну, действительно, да, ликвидность, это, в принципе, вот, оживление сообщества, это масса разных инициатив и для пользователей, для разработчиков, ну, не секрет, да, что Tone интегрируется с Телеграмом очень плотно, там, вот, есть Wallet, так называемый, я не знаю, он не во всех странах пока еще доступен, но раскатывается, да, какими-то там очередями по разным... У меня он, кстати, на одном аккаунте доступен, на втором недоступен, при том, что и тот, и тот у меня польский, мне, по-моему, Вова как раз рассказывал, что если ты пользовался, если тебе кто-то слал ToneCoin каким-то образом, то они у тебя, у тебя Wallet доступен. О, интересно. У меня, короче, мне как раз Вова слал ToneCoin, когда мы выпуск записывали, у меня теперь есть Wallet на одном аккаунте. Прикольно, да. Вот, ну, собственно, да, люди хотят множество разных полезных Телеграм-миняпов, вот, и чтобы они были сделаны как раз как дапы, то есть Телеграм-миняпов, это некий такой фронтенд, будет для дапов, да, вот этих всех распределенных приложений. Вот, люди хотят новых идей, Tone Foundation, то есть нужны разработчики, нужны девелопер, 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 девелопер. Балмер, не надо, пожалуйста, Балмер, я тут как тот нэчик, отрицаю его существование. Нужны разработчики, нужны люди со свежими идеями, поэтому Хакатон, собственно, организуется, вот как раз то, что делает Владимир Алифман. Да. И, да, нужны деньги, нужны все эти обменники и так далее, то есть, чтобы люди пользовались, нужна ликвидность, на самом деле. То есть, нужен туринг вокруг экосистемы Tone и Телеграма, а для этого нужны разработчики, которые его напишут по факту. Мы пытаемся этому способствовать, но прям с такой, с инфраструктурной стороны совсем. Хакатон уже идет. Да, он уже идет. Сегодня у нас, мы записываемся 10 апреля, 10 до 10. Выпуск выйдет 15, я думаю. То есть, он уже идет две недели. Да, он идет две недели. И он идет в целом два месяца. И, в принципе, еще совсем не поздно, потому что сейчас идет такой некий онбординг для разработчиков. И мы, вот, например, я должен на следующей неделе, наверное, как раз примерно, когда будет выходить выпуск, делать воркшоп по такту, где мы будем проходиться по базовым вещам в языке, и не только по базовым, на примере одного конкретного контракта. То есть, мы там напишем контракт, посмотрим, как его потестировать, как его задеплоить, ну, вот что-то такое. И про отличие от традиционного какого-то программирования, например, тоже поговорим, и как нужно структурировать контракты. Вот. И мы постараемся сделать так, чтобы каждая строчка кода была понятна, почему она именно такая. Регистрация проектов, я так понимаю, еще будет длиться до конца апреля. Да, до 30 апреля будет регистрация. Вот. Сам конкурс, получается, будет до 1 июня, 31 мая, два месяца. Там призовой фонд довольно, кстати, очень даже вкусный, 2 миллиона долларов. Для меня хакатоны это прийти халявно, ну, когда еще постковидную эпоху, предковидную эпоху, прийти просто халявно покушать, и все. Ну, максимум, там, тебе, ну, 3 тысячи долларов заплатят, ну, камон, у вас 50 проектов. Это 2 миллиона. Вау. Вы нам не это, не втираетесь ли случайно? Откуда бабки такие? Ну, видимо, надо очень сильно развивать инфраструктуру. Да, конечно. Поэтому и... Нужно развивать экосистему, нужно, как бы, масса адопшен, юзкейсы и так далее. Вот. На прошлой конференции, кстати, вот в ноябре в Дубае было про планы, даже и до этого, если не ошибаюсь, в Сингапуре на токен 2049 как бы Телеграм хочет, Тон хочет привлечь к себе довольно много пользователей с Телеграма, там, если не ошибаюсь, процентов 30. Вот. И смотря на то, как Телеграм растет, они ожидают, по-моему, полтора миллиарда человек через несколько лет, кажется, через 4 года, если не ошибаюсь. Это при том, что сейчас 90 миллионов, по-моему, по последним данным, там, где-то я читал. Активных пользователей это или... Сейчас, по-моему, вот это МАУ, да, то есть активная аудитория месячная, по-моему, 500 миллионов уже, если я не ошибаюсь, или 800. Я могу путать здесь. Окей. Но это, кстати, одна из причин, почему я пришел в Тон Foundation, потому что потенциал очень классный, реально. Блин, да, людей прям... Я даже себе выписал треки Хакатона, то есть в каких направлениях можно поработать, это анборд... Или, может, ты хочешь... Не-не, говори, конечно. А я прям... Анбординг систем and games, то есть, блин, игры, игры, построенные на блокчейне, это прям прикольно. Ну, все же, наверное, знают про ноткоин, нет? Про ноткоин? Ноткоин. Где ты можешь тапать и зарабатывать эти ноткоины. Блин, прикольно. Второе направление это social web3 и use case для применительной телеграммы. Третье это e-commerce и четвертое это DeFi. Ну, кажется, будто бы это все DeFi. Ну, не знаю. В принципе, social, кажется, это точно не DeFi. Ну, все да. Как раз про все эти все ID и так далее, про распределенные какие-то вещи, про владение своими данными, в том числе и управлениями. Короче, есть реальный шанс прям попробовать классную технологию, попробовать язык, про который мы сегодня разговаривали. Еще и может даже денежек заработать, а еще может даже и в команду попасть. Кто знает, вдруг проект понравится, вот, например, Антону и... Хорошо. Ты в самом хакатоне участвуешь только как лектор? Фактически да. Фактически да. Ну, почему я не участвую, как... Да, и тут у меня был камерзный вопрос. Да, сначала давай, почему ты не участвуешь? Вот, ну, потому что мне нужно... Работать надо. Мне нужно работать, да. Мне нужно сделать так, чтобы у участников было как можно меньше, если вы выбираете так, как язык реализации, да, для своей... для блокчейн... для блокчейн-части вашего бэкэнда, как бы, да. Мне надо сделать так, чтобы у вас было все замечательное, и прежде всего, чтобы было понятно, как писать, что делать. Для этого нужна документация, потому что язык, конечно, не получится релизить очень быстро. Ну, то есть в процессе хакатона он будет, скорее всего, как раз релизен. Я думаю, что у нас через неделю-две будет релиз. Но мы работаем активно над документацией сейчас. То есть мы хотим улучшить как описание базовых каких-то конструкций языка, так и добавить массу примеров, в том числе таких более реалистичных, скажем так. Я же понимаю, что в рамках хакатона еще будет неплохо, если вы вдруг найдете какие-то штуки, которые можно улучшить в языке, можно документацию даже захотите поправить, то можно совершенно спокойно пойти за контрибьютость. И мало того, можно не просто за контрибьюдить, можно создать... У нас есть отдельная программа, это не совсем вот в рамках этого хакатона, но тем не менее это такая смежная вещь. Мы поощряем разработчиков. Можно создать свой пропозал на GitHub. Там есть даже бод в Телеграме, который это помогает сделать. Ссылку оставим. Да. И, собственно, ты пишешь, я хочу сделать вот это. Не знаю, если это что-то связано с тактом, то было бы здорово, если бы вы меня там бинганули. Вот. Я оставлю, наверное, GitHub handle где-нибудь, да. Вот. Я приду, посмотрю, если мне понравится. Я скажу, да, окей, я с всей стороны даю зеленый свет, а дальше команда... Это отдельная команда, это решение за ними. Отдельная команда Grand of Bounty приходит, смотрит на ваш пропозал, смотрит, сколько вы денег просите, адекватно ли это как бы за затратом туда, которую вы будете делать. Вот. И если они опробуют это все, то замечательно, можно законтрибьюдить. Вот. И заодно еще помочь языку, помочь комьюнити и при этом получить поощрение за это. Да, поэтому, блин, приходите на Hackathon, участвуйте, пишите классное приложение для Telegram, для DeFi, на такте. Может быть, даже получаете за это деньги, а также контрибьютайте в такт, потому что вы его попробуете руками и вот заходите на GitHub репозиторий, ставьте звездочку и контрибьютайте. Антон с командой там уже вам что-нибудь ответит. Рубрика «Рандом». Финальная рубрика. Несколько вопросов, которые не легли в канву. Начнем мы с самого каверзного вопроса, который, в принципе, лег в канву, но в другом месте я его не мог не задать. Объясни мне, пожалуйста, нормально ли это, когда разработчик языка не работает с языком и почему? Ну, я думаю, что да, нормально. А в целом ты имеется в виду, как не работаешь с языком. То есть твоя задача... Не пишешь коммерческие приложения, условно говоря. А, да, конечно, потому что я пишу коммерческие приложения, как бы, да, только оно немножко другое, оно, чтобы этот язык поддерживать. То есть моя основная работа это именно делать так, чтобы язык и экосистема вокруг него развивались. Вот. И поэтому писать приложения большие, коммерческие, конечно, у меня не будет времени, потому что это очень много работы, ну, там, целые команды, на которые они собираются. Ну, вот. Тем более, что приложение, оно состоит из разных, да, частей, те же самые телеграм-миняпы, например, боты и прочее. Вот. Это, кстати, реально не моя область компетенции, вот, поэтому было бы круто, если действительно кто-то еще понаписал. Но мы готовы поддерживать, кстати, не знаю, какие-нибудь туториалы, которые прям полный цикл рассказывают. Вот у Володи Лефман, например, есть курс, где он даже касается телеграм-миняпов, вот. Для меня я, да, я не пишу прям обычно программы, обычно какие-то сниппеты, тестирующие, да, кусочки. Для меня задача основная это помнить какие-то тонкости синтаксиса, семантики, заниматься там тулингом тем же самым, например. Да, помнить, конечно, не тонкости синтаксиса, тонкости семантики, конечно же, потому что синтаксис не так важен. Ты работаешь просто с другим представлением этого всего, и тем более мне не нравится парсинг, поэтому мы там что-то написали, оно согласуется грамматически, и ладно, а дальше ты просто работаешь. А не боишься ли ты слегка закостенеть? Оторваться от пользователей? Оторваться от пользователей, да, потому что люди, которые пишут большие приложения, они могут видеть чуть более общие проблемы, которые ты, может, на низком уровне не заметишь. Мы, кстати, собираем люди, которые реально пишут дапы, они, ну, либо мы сами к ним приходим и спрашиваем у них что-то, либо они приходят к нам и говорят, ребят, вот, хотим в такте вот это, вот это и вот это, и мы это делаем. Вот, то есть мы пытаемся все-таки с разработчиками как-то контактировать. Это не всегда происходит мгновенно, естественно, вот, но, да, мы слушаем пользователей, и чем больше этих пользователей будет, и чем, как бы, более они открыто делятся своим фидбэком каким-то, тем лучше, поэтому, нет, я в этом плане не боюсь отстать, как бы, да, от людей, от рваться от пользователей. В этом плане ничего страшного, если я сам не помню синтаксис. Главное, чтобы были люди, которые его помнят, и которые какие-то там пожелания, ну, пожелания по синтаксису, на самом деле, они такие, синтаксис не самый важный язык как программирование, по сути, важна семантика именно, то есть, то, как себя ведут программы, вот, это, это то, что обычно обсуждают люди, которые занимаются компиляторами, или там, теория языков программирования. Используешь ли ты ИИ в своей работе как программист? Да, я в основном не прошу, я не использую такой пайлот, вот, например, я не прошу в основном писать за меня код, я, как правило, особенно, когда я начинал работать с TypeScript, я спрашивал у чат GPT какие-то кусочки, там, что вот это значит, то есть, вместо того, чтобы это искать где-то по литературе, вот, когда там просил какой-то сниппет сгенерировать мне по описанию, да, такое, такое есть. Но в кодогенерацию какую-то для продакшена нет. Окей, но у тебя, блин, задачи сильно более низкоуровневые. Я представляю, например, как попросить у чата GPT написать какую-то common логику, там, сортировку ты забыл писать, пожалуйста, вставь мне здесь сортировку, парсер и писать, наверное, нужновато. Хорошо. Представь мир, в котором нету электричества, кем бы ты в этом мире был? Мир, в котором нет электричества? Сложный вопрос, кстати, действительно. Ну, с одной стороны, вот вычисления, да, все это висит компьютер-сайенс, это, на самом деле, наука, это не наука и не про компьютеры, в плане того, что тут реализация на самом деле не важна, потому что у тебя там есть какие-то абстрактные, какие-то машины, можно этим заниматься, в принципе, но мне всегда были интересны приложения, вот. Я не знаю, слушай, я, наверное, вот по своей природе я люблю что-то строить, вот, я там в детстве немножко увлекался взломом программ, вот, это было так чисто для себя, как хобби такое, да, то есть, потом в какой-то момент я понял, что я на это трачу очень много времени и сил, это интересно, конечно, но в конечном итоге это не, как бы, не полезно для общества в каком-то смысле, вот, соответственно, мне, я приключился на то, чтобы что-то делать, что-то строить, вот, я бы, не знаю, может быть, столяром был бы, например. Нормально, нормально. О чем ты мечтаешь? Блин, очень сложный вопрос, потому что, ну, вот, в профессиональном плане, например, мне кажется, что все идет замечательно, и, ну, там понятно, что мечтаю о массе adoption не до такта, а ты хорош, а ты хорош, вот. В целом, ну, что, наверное, да, есть какая-то мечта, вот, для меня образование, оно очень интересно, то есть, и в том числе помочь с этим, наверное, я мечтаю о том, чтобы у нас были какие-то, в принципе, в мире, да, интересные программы, там, не знаю, с последними какими-то достижениями, там, вот, условно, у тебя же та же самая формальная верификация, я не знаю, какие-нибудь вещи типа статического анализа, чтобы это преподавалось на высоком уровне, вот, и, вот, одна из проблем, наверное, да, что, мечтаю, чтобы образование стало еще лучше. Спасибо, на этом все. Спасибо тебе. Вот такой сегодня вышел у нас выпуск про язык такт, жирно, смачно, вкусно. Спасибо Антону за шикарный рассказ того, как устроены языки программирования по смарт-контракте. Если вам понравился этот видос, обязательно ставьте лайк, делитесь им, оставляйте ваши комментарии, ну и, конечно же, участвуйте в Хакатоне для того, чтобы потренировать свои навыки, полученные сегодня, и не только в такте, а также, чтобы выиграть замечательные призы, поучаствовать в акселерационной программе The Open League, и просто получить фан. Это был Лекс, IT-ворода, Алексей Картынник. Встретимся с вами в следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok